Молодежная школа Родфронта И преподавателями Фонда Рабочей Академии Формальным поводом для такой дискуссии Явился спор, который разгорелся заочно в интернете Некоторое время назад И связан он был с тем, что на сайте Красного ТВ Появился небольшой ролик, в котором наши корреспонденты Попросили профессора Фонда Рабочей Академии Михаила Васильевича Попова прокомментировать Политические итоги родительского Всероссийского съезда Который состоялся в феврале этого года С тех пор очень много было чего сказано в комментариях, в интернете Очень эмоционально это все проходило Актуальность этого спора подтверждается тем, что За все существование сайта Красное ТВ Этот материал на сегодняшний день является самым обсуждаемым Но, естественно, мы не будем зацикливаться конкретно на этом съезде Просто это такая зацепка очень удобная И в процессе дискуссии выявилось очень много вопросов, которые актуальны на сегодняшний день В которых наметились разногласия между этими двумя группами Мы попытаемся сегодня их очно разрешить, эти противоречия И у нас две стороны Я сейчас представлю участников со стороны РКСМБ Значит, у нас сегодня присутствует Александр Батов, секретарь Московского комитета Родфронта Роман Осин, секретарь также ЦК РКСМБ по идеологии И Сергей Мирошниченко, секретарь ЦК РКСМБ, активист Родфронта Со стороны Фонда Рабочей Академии Доктор философских наук, профессор Александр Сергеевич Казенов Михаил Васильевич Попов, профессор, доктор философских наук Кандидат технических наук Герасимов Иван Михайлович Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук Итак, давайте начнем с того, собственно, с чего и началась у нас дискуссия в интернете Михаил Васильевич прокомментировал политические итоги Всероссийского съезда родительского сопротивления Который, в числе прочих, был организован движением «Суть времени» Этот ролик вызвал негодование ЦК РКСМБ Которая в своем ответном сделала заявление по поводу этого ролика И обвинила Михаила Васильевича в недомыслии и в ударе по марксизму Скажите, пожалуйста, у меня первый вопрос к РКСМБ Почему вас так задел именно это событие, этот съезд Который, казалось бы, не является ни коммунистическим, не имеет отношения к левому движению Ведь проходит большое количество собраний, съездов Почему именно этот съезд вас так задел? Дело в том, что проблема лежит гораздо глубже Вот тот выступление, которое Михаил Васильевич, значит, где он комментировал, в общем-то, этот съезд Там помимо самого съезда, который, в общем-то, мы просматривали И выступление Путина, и выступление Кургиняна Было достаточно понятно, что заранее это было все дело подготовлено И зал очень лояльно относился к тому же Путину Но самое главное, это не только вот этот съезд Ведь там были затронуты вопросы более глубокого порядка В частности, вот эти так называемые болотные протесты Были названы, что это вроде как форма внедрения фашизма на экспорт в нашей стране Мы с этим не согласны Ну, почему, я думаю, в дискуссии об этом будет дальше сказано Потом там было, фактически был поставлен знак равенства Между ситуацией в Ливии, между ситуацией в Сирии, между ситуацией в Египте И при том поставлен знак равенства именно в той части, что все это вроде бы как инспирировано Запада Хотя мы тоже не отрицаем западного влияния Но все-таки стоит делать упор Ну, поскольку мы марксисты На внутренние противоречия в этих странах Этого тоже сделано не было Значит, поэтому вот мы решили, собственно, изложить по пунктам свою критику В форме заявления ЦК Ну и вот началась дискуссия Ну, понимаете, в чем дело Профессора попросили прокомментировать итоги съезда А вы как бы хотите, чтобы он вам весь расклад буржуарных сил на сегодня Пользуясь этим моментом Понимаете, вот дело не в том, что съезд это одно из звеньев большой цепи Которое, между прочим, подтверждает определенную такую закономерность Потому что Кургинян, если уж касаться Кургиняна, мы помним, что он сначала выступал с передачами в защиту исторической памяти о Советском Союзе И многие его передачи действительно полезны, да, он защищал историю Но потом, к чему это все пришло, куда он увел людей, которые за ним пошли Советских патриотов, которые за СССР 2.0, молодых ребят А съезд тоже самое, нет, извините, это касался и напрямую касался Вот пытаться сузить как раз вопрос исключительно к съезду, это с нашей точки зрения неправильно Потому что перед этим съездом шла довольно бурная дискуссия о ювенальной юстиции Причем я хочу заметить, что Кургинян, как противник ювенальной юстиции, да, и противник ВТО Вот он как-то тему ВТО особенно недолго развивал и достаточно быстро о ней все благополучно забыли А ювенальную юстицию вот он развивал, проводил митинги вместе с Чаплиным, к слову сказать Да, который, там известная его речь, что расстреляли, жалко, что мало расстреливали большевиков в 20-е годы Он эту всю деятельность вел и в итоге к чему это пришло? К тому, что на телеэкраны телевидения, значит, вышла достаточно красивая такая картинка Что вот видите, есть Путин, который слушает оппозицию Есть оппозиция, которая не хочет развала России Которая не хочет, значит, смены правителя и прочая конструктивная оппозиция Есть демократические права и свободы А те, кто там выходят куда-то, кого сажают Ну это же все, так сказать, агенты Запада То есть получилась такая вот картинка красивая И вот меня я прошу заметить, что и я лично, и мы очень уважительно относимся к профессору Михаилу Васильевичу Попову Мне очень ваша лекция понравилась, которую вы читали здесь на школе И вот лично для меня это, ну, как бы не укладывалось Как вы, как бы марксист, популяризатор марксизма Могли дать такую оценку, в общем-то, явно про путинские акции Давайте попросим Михаила Васильевича объяснить, как это укладывается одно с другим Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Романа за очень такое объективное изложение сути того спора, который у нас произошел Так? Это во-первых Во-вторых, наверное, все обратили внимание, что я вот, скажем, лично Вот я высказал свою позицию, высказал свою позицию РКСМБ в лице, так сказать Товарищей, которые подготовили заявление, это официальное заявление Ну и, так сказать, это нормальная ситуация, когда одни высказываются, другие, так сказать, могут оценить Или это какое-то ЧП Никакого ЧП в этом нет Я могу быть согласен с оценкой, могу быть не согласен Но, скажем, право оценить указы уже есть, правда? Тем более РКСМБ Я могу, так сказать, считать, что они чего-то не учли Могу считать Вот я, скажем, не считал необходимым, так сказать, на них нападать Я доказываю, что они такие-сякие и растаки и прочее Этого не было Правильно? То есть, имеют право, товарищи высказки, имеют право Тем более, вот, появилась возможность нам поговорить лично Значит, мы этой возможностью воспользовались и та, и другая сторона В этом смысле И стороны у нас условные В том смысле, что у нас имеется программное единство И это мы должны все, так сказать, иметь в виду и констатировать Поэтому вся эта дискуссия Это в рамках того программного единства, которое у нас обеспечено Поэтому всякого рода обострение Ну, в полемике я бы, в общем, только приветствовал Поскольку это позволяет выяснить какие-то оттенки Ничего там страшного нет Надо только, чтобы люди понимали Что если есть какое-то обострение в полемике Это не значит, что мы кого-то из тех, кто со мной не согласен Или наоборот Что я, если с кем-то не согласен То я начинаю его рассматривать Не только как противника в этом конкретном споре А как некоторого своего чуть ли не врага Вот этого не должно быть, безусловно Как вы могли агитировать за Путина? Я не агитировал за Путина Наоборот Я думаю, что агитировать за Путина Это исключается по той простой причине Что у нас у всех классовый подход Что такое классовый подход? Есть правящий класс Какой? Буржуазия Кто такой Путин? Путин Руководитель, лидер, представитель класса буржуазии Значит, поэтому агитировать, скажем, за представителя класса буржуазии Я думаю, это противоречит нашим коренным установкам Потому что мы должны агитировать за рабочий класс И поддерживать, прежде всего, его лидеров, его организаторов Идеологов и так далее Тем более, что вот товарищи, с которыми мы полемизировали Они претендуют, я думаю, вполне оправданы на то Чтобы они такую роль идеологов играли Ну а, скажем, я претендую на то, чтобы вырастали новые идеологи Вполне подкованные И было бы очень плохо, если бы все кончилось тем Что, скажем, одни товарищи могут что-то поставить вопрос И изложить, а другие нет А вот теперь по существу Разногласия Значит, по существу Совершенно правильно Роман, скажем, отметил Что не о съезде идет о родительском А вот, например, о той идее Которую мы последовательно проводили очень давно Еще в свое время в Народной правде Со статьей обыкновенной Американский фашизм Выступил заслуженный работник культуры РСФСР Фетисов Борис Лаврентьевич И мы ее подготовили Как статью очень серьезную Программную Никто против нее тогда не возражал В чем смысл этой статьи И вообще этого подхода Значит, надо сказать, что сегодня Когда по улицам ходит ФА Потом есть антифа Которые с ними дерутся Люди, которые употребляют эти вот понятия Фашисты Антифашисты Они их употребляют не в соответствии с точным научным содержанием А как ругательство Вот вы мне не нравитесь, значит ФА А если, так сказать, что кто-то нравится, значит антифа Так вот, я думаю, что мы должны четко понимать Что и в том, и в другом случае Речь идет о диктатуре буржуазии Когда речь идет о фашизме вообще Или о буржуазной демократии То, что такое буржуазная демократия Мы все знаем Что она по своей природе По сути это диктатура буржуазии Фашизм тоже диктатура буржуазии В чем разница? У нас еще есть одно примешивающееся понятие Нацики Ну, мы прекрасно знаем, что, например, итальянский фашизм С нацизмом, с национализмом никак не был увязан То есть это особенность сугубо немецкого фашизма Поэтому я бы вопрос национальный Оставил вообще за скобками вопрос о фашизме А что такое фашизм? Вот если вы выбрасываете эту форму Форма, как известно, содержательна А именно буржуазная демократическая форма Выборы, голосование Вот если, так сказать, мне нужно на кого-то, так сказать, напасть Как представителю правящего класса И уничтожить То не надо никаких ни выборов Голосование сразу в тюрьму Сразу убить И все Это фашизм То есть... Мы тема фашизма чуть-чуть позже Я попросил вас ответить на вопрос Почему вы в своем выступлении не подвергли критике движения суть времени Которое РКСМБ считает своими врагами Пожалуйста, ответьте на это Я думаю, что на этот вопрос очень просто Отвечать на вопрос, почему я чего-нибудь не сделал, я могу бесконечно Потому что я очень много не сделал То есть я сделал мало, а не сделал То есть тогда это вообще открывает бездонную такую бочку Где я буду доказывать, почему я это не сделал Это всех людей в истории оценивать Не потому, что они не сделали А потому, что они сделали Хорошо, тогда почему оценка съезда ваша была положительной? Так, можно? Нет, у меня не оценка съезда была положительной Я оценивал положительным само это явление Которое произошло А явление произошло следующее Значит, руководство буржуазного класса в лице Путина Значит, сейчас наибольший конфликт имеет с той частью буржуазии Которое ориентировано прямо на, так сказать, слом буржуазной демократии И на подчинение, так сказать, американскому фашизму на экспорт Вот в чем дело Потому что такие, как Немцов себя уже проявили Такие, как Михаил Михайлович, бывший премьер Которого говорили, что 2% Касьянов Он тоже Касьянов себя проявил Поэтому мы очень хорошо знаем, что это за ориентировка Мы прошли период Ельцинский Когда была стрельба по Белому дому И это был фашизм в течение двух недель То есть никакой Бьют по своему из пушек и танковых по своему парламенту Это фашизм Это люди, которые эту линию фашизма готовы продолжить Другое дело, что вот Россия не Ливия И Россия не Югославия И Россия не Египет И здесь так просто это дело не проходит Но стремление к этому и проще есть Так вот, на сегодняшний день Одна часть буржуазии Борется с той частью, которая совершенно определенно ориентируется На уничтожение буржуазной демократии в России И насаждение здесь американского фашизма на экспорт И так оцениваю ситуацию Поэтому, если они между собой сражаются Это для нас хорошо Они же не сражаются против тех сил, которые организовывают рабочие движения Вам никто не мешает Мы сами себе мешаем организовывать Правильно я понимаю, что есть буржуазия внутри страны Одна сторона, которую мы можем поддерживать в определенных случаях? Я думаю, поддерживать буржуазию мы не должны никогда Ни в каких случаях А мы должны требовать от буржуазии Чтобы она выполняла свою историческую миссию В частности, историческая миссия буржуазии Марксом определена Как то, что они должны обеспечивать развитие производства Готовить пролетариат к социалистической революции Так и прочее Налаживать банки, общественное счетоводство Телеграф, телефон Вот они интернет наладили Это же не мы наладили Кто скажет, что это сделали оппозиционные силы? То есть в этом отношении Но надо сказать, что на нашей части Сейчас самый большой конфликт У буржуазии, которая правит Той части буржуазии, которая правит И той части, которая правит из-за рубежа Можно сказать Или которая, по крайней мере, готова на это пойти Вот этот конфликт, он развивается И это, так сказать, характеризует раздор в этом стане Я думаю, что как представитель противоположного класса Мы должны с удовольствием смотреть на это И вот, значит, я думаю, что вряд ли с такой радостью Путин пошел Он, значит, из-за этого конфликта с либералами Он пошел на союз с теми, кто, по крайней мере, выступает за Советский Союз Кургинян выступал за Советский Союз? Вот если говорить, Роман, по принципу, чего не сделал Кургинян Если чего не сделал Кургинян, я очень много могу сказать Он, например, нигде у него в газетах вы не найдете про рабочий класс хорошего слова И слова рабочий класс не найдете И интеллигенция там просто когнитивный класс И он, так сказать, смешивает Маркса с выбером То есть я много мог бы чего сказать, но вот была дискуссия Дискуссия, конечно, затеяли не ради Кургиняна, не ради Советского Союза И не ради пропаганды советских ценностей Я думаю, что те, которые готовили выборную кампанию То есть правящий класс, должен был выбрать, какие слова говорить во время выборов Чтобы иметь достаточно большой, так сказать, вес голоса Вы имеете в виду программы исторические процессы? Да, я имею в виду программы Она создала это имя Кургиняну, потому что он, я его знаю Он у нас печатался в Народной правде давно-давно Он приезжал в редакции С 91-го года, был в редакции, мы его публиковали Вот мы знаем, что он творческий человек, работник А как творческий человек и человек, так сказать, не политик в этом смысле А, ну, так сказать, душой болеющий там за СССР, за нашу историю Надо к нему и относиться как к творческому работнику Вот пусть, если вы хорошо играете на скрипе Что вы будете говорить, мне абсолютно безразлично То, что вот какая-то часть буржуазии повернулась, по крайней мере, в сторону нам Положительную для нас, что люди, так сказать Вот мы можем говорить, мы можем вешать серп и молот Мы можем говорить о марксизме, можем его приводовать Мы можем, так сказать, создавать коммунистические партии Посмотрите на Прибалтику, где, так сказать За только серп и молот вас могут посадить в тюрьму Я думаю, что это очень хорошо Поэтому, как же мне не радоваться Вот я такую ситуацию оцениваю положительно Кто создал эту ситуацию? Мы создали во многом Движение коммунистической инициативы Объединенный фронт трудящих, СССР, КРП И продолжает ее, так сказать, расширять Эту вот ситуацию в нужном направлении Российский объединенный трудовой фронт И так далее Поэтому, безусловно, мы, когда в стане буржуазии идет какая-то драка Мы надо это приветствовать и, так сказать, отмечать Как положительный для себя Я хочу, во-первых, сказать, что Михаил Васильевич Он очень хороший, так сказать, оратор Все логично, безусловно Но вот тут буквально три момента Которые меня немножко, как бы сказать, напрягли Во-первых, Кургинян за СССР Но вы понимаете Быть за СССР, за союз советских социалистических республик Где, кроме слова, великий союз По сути, ничего не остается Потому что советских Там у Кургиняна об этом ни слова Мало того, скорее в обратную сторону он ведет линию Социализм тоже И вся его деятельность, в общем-то Ну он, что, он организует трудящихся на борьбу? Нет Наоборот, он их подводит к логике Кто, если не Путин? Потому что если вот все его выступления посмотреть, послушать То его логика, она в принципе складывается из чего? Что вот есть Там тоже все очень логично Да, есть вот Либеральная башня Кремля Есть, значит, патриотическая башня Кремля И вот давайте сейчас Мы вот эти вот волнения, которые начались Мы их остановим Чтобы вот поддержать патриота Путина То есть, кто, если не Путин? Нет, ну логика именно такая Ну я все-таки продолжу Во-вторых, вы сказали, что Касьянов Вот этот, Немцов и прочие Продолжают линию тех, кто разрушал Советский Союз Я с этим совершенно согласен И основная, кстати говоря, наша линия Была именно в том Чтобы выходить на эти болотные протесты И объяснять это людям Которые впервые вышли на них Что Навальный, Касьянов, Немцов Это все продолжатели линии 90 Но ведь дело в том, что и Путин с его окружением Это тоже продолжатели линии 90 И Путин, когда разрушали Советский Союз Известно, за кем он, так сказать, чемодан носил За Собчаком, за либералом И Путин сегодня Вогнал в страну нашу ВТО Это тоже Путин при Путине У пенсионеров отобрали льготы Это все при Путине И при Путине, значит, трудовой кодекс Вот этот драконовский принят Который вы много в своих выступлениях критиковали Поэтому Это, в общем-то, разные, может быть, отряды одной банды И еще один такой показательный момент Что когда вот начались все эти болотные протесты А начинались они, по моему глубокому убеждению, стихийно Потому что люди сами действительно выходили на улицы Люди были недовольны, возмущены Это действительно было Мы в Москве это видели Накануне первого вот большого массового митинга 10 декабря При помощи мэрии Москвы Вот эти самые Рыжковы, Немцовы, Касьяновы Были вписаны в организаторы Потому что до этого, значит, митинг организовывал только Левый фронт А тут они были вписаны При помощи мэрии Москвы Которая подчинена, опять же, Путину Поэтому мне кажется, что противопоставлять И вот выбирать, так сказать, из коридора Две заведомо ложные стороны Лучше честно сказать, что это одна банда Может быть, разные ее отряды Которые, в общем-то, может быть, временно грызутся Но с точки зрения простых трудящихся Эта грызня не решает принципиальных вопросов Я хочу выразить свое большое удовольствие Когда я смотрел, как таких отъявленных Отъявленных представителей Самой гнусной вообще части Не только буржуазии, а вообще отбросов Вообще нашего общества Это Млечина и Суанидзе Нашелся человек Если бы вы нашлись, вот так бы сделали Я бы вас очень бы хвалил Я бы себя очень, так сказать, хвалил Потому что я знаю, Бушин, так сказать, с ними сражался Ему уже за 80 90 ему будет в январе И вот нашелся человек Который в ряде, так сказать, выступлений И вот сказал им то, что нужно сказать От имени всего советского народа И моего в том числе Я восхищен тем, как он был Поэтому это позволяет мне? Мне это позволяет Да, ему позволили Я же не спорю Я же и говорю, что это Значит, так повезло, что так сложилось Ну так сложилось Но это люди, которые выходили бы И, так сказать, пытались бы сразиться Могли бы этого не сделать То есть для этого нужно иметь талант Он талантливый человек Он, так сказать, талантливо разбил этих негодяев И я думаю, что это мы должны отметить И не говорить, что нам все равно, кто из этого Не все равно Кургинян к этой банде не относится Кургинян наш союзник Их надо искать И находить временных союзников По некоторым вопросам Ленин этому всегда учил А не говорить Ты противник, ты не марксист У тебя не все изучено Ты не досчитал капитал Ты на уголоке не знаешь и так далее Тогда мы вообще останемся ни с чем Ленин говорит, что построить коммунизм Руками одних коммунистов Это ребячья идея Вот это ребячество С ним нужно расстаться Что я бы хотел сказать? Прежде всего Хотелось бы подчеркнуть Что, на мой взгляд Выступление Михаила Васильевича Оно было очень четким Ясным И оно подтверждает На мой взгляд Подтверждает его исходный тезис О том, что в принципе Мы стоим на единых программных позициях В чем разница? И эту разницу Михаил Васильевич Оттенил очень хорошо Разница в том, что мы По-разному оцениваем Некоторые тактические моменты Разные акценты расставляем И это позволяет нам делать разные выводы Вот по мнению наших уважаемых коллег И товарищей из фонда рабочей академии Как я понимаю Основным или, скажем, преобладающим Следует считать такой момент Как противоборство внутри правящей элиты Правящего класса То есть есть Ну вот, как Роман Усин говорил Либеральная башня Такая башня И Михаил Васильевич посвятил много минут Именно этому тезису Мы с этим не согласны И я хотел бы несколько слов сказать об этом И упомянуть В том числе и суть времени Вот Роман Сергеевич уже сказал Про то, как власть С самого начала С 10 декабря 2011 года Поставила господ оранжевых Во главе протеста Они были спущены сверху Это важнейший тезис Про который Почему-то многие предпочитают Не вспоминать Нам Мы можем смело об этом говорить Потому что мы Участвовали с самого начала Во всех событиях Мы не просто смотрели Мы участвовали в самой гуще Вот Сергей Мирошниченко Еще в день выборов Был уже, так сказать На площадях столицы Там и задерживали его И всю эту кухню мы знаем Вот Изнутри в том числе знаем Так вот Это очень важный момент Мы вспоминаем Русскую народную поговорку Что лучший способ развалить Это возглавить Вот чтобы протест Повернуть в правильное русло Господа либералы Кремлевскими чиновниками При помощи кремлевских всех этих Махинаций и машинерий Были поставлены над протестом А левые, левоватые, полулевые Шатающиеся левые Были отодвинуты в сторонку Это первый факт Который позволяет делать Определенные выводы Второй момент Не стоит забывать Как эти митинги Болотные готовились Как они надувались Как они расширялись И раскручивались Без помощи Эхо Москвы Сами понимаете Те кто следил Ежедневно Ежечасно Без помощи Эхо Москвы Ни черта бы Они не собрали Сто тысяч И даже наверное Пятьдесят И может быть и двадцать Вспоминаем Что такое Эхо Москвы Это рупор Либерализма Скопище Самой вот Сей этой дряни Да Антироссийской В том числе Русофобской Да Ориентирующейся Напрямую На запад И эта Структура Входит в Холдинг Газпром Медиа То есть В холдинг Кремля Финансируется Кремлем Существует Только благодаря Поддержке Путина И его комарильи То есть Мы имеем Здесь распасовку Хороший Плохой Полицейский Это в следующий Факт Который мы Должны Обязательно Иметь ввиду Вот И когда я Например Мониторил Средства Массовой Информации При подготовке Очередного Митинга Там марша Несогласных Там гнева Как они назывались Я уже забыл Каждый чьих Организаторов Господина Навального Немцова Освещался Первый канал Там НТВ Там Лента.ру РБК Вот Делалось все Чтобы привлечь Максимальное число Народу На эти Антикремлевские Как бы Антилиберальные Митинги Вот Поэтому На наш взгляд Вот вся эта ситуация Она позволяет сделать вывод Что Товарищи Сонда Рабочей Академии Переоценивают Степень Разлада Внутри Правящей Элиты И наоборот Вот эти факты Позволяют На наш взгляд Убедительно Сказать Что Власть Провела Хороший Грамотный Политтехнологический Ход Распасовку Создала Новый образ Оппозиции Оппозиции Неприглядной Грязной Немцов Касьянов Это действительно Грязные фигуры И Таким образом Смогла С одной стороны Протест Завернуть В сторону От социалки От рабочих Социальных требований С другой стороны Изолировать Этот протест От огромных Масс Населения Недовольного Политикой Правящего Буржуазного Режима Которые Посмотрели На Ксюшу Собчак И тому подобную Публику И сказали Ёлки-палки Если это Оппозиция То я лучше буду Или там За Путина Или по крайней мере Подальше от этой Оппозиции Вот Ну и конечно На все это Накладывается Та череда Фактов Которые ясно Демонстрируют Что Владимир Владимирович Проводит Ту самую Программу Экономическую По крайней мере За которую Выступают Немцов Касьянов Каспаров И прочее Неолиберализм В экономике Урезание Социальных Льгот Продажа Западу По прежнему Нефти и газа Это гораздо больше Продается Чем во времена Бориса Николаевича Да То есть Мы еще углубили Свою энергетическую Зависимость Вот в этом плане От Запада За счет продаж Развал армии База НАТО Под Воронежем И так далее И так далее Это все деяния Патриота Владимира Владимировича Таким образом Все это в совокупности Позволяет Несколько иные Акценты расставить И напоследок Про суть времени Мы Относимся С большим уважением К тому Что сделал Сергей Ирванович У нас есть Немало к нему вопросов В том числе Вопрос о предоставлении Ему эфира Я думаю Мы не можем Быть наивными людьми И говорить Что ему повезло Или еще что-то такое В условиях Когда минуты эфирного времени Стоит тысячи и миллионы Да И когда Любые намеки На истинную оппозицию Так сказать Там режутся Не доходя даже До главных редакторов Цикл телепередач Оплаченный Так сказать Подготовленный Профессиональный Ну Если звезды Зажигаются Это кому-нибудь Нужно Вот Сергей Ирванович Я сам лично Имел разговор Накануне Его декабрьского Митинга В этом самом Да 24 декабря 11 года Воробьевы горы Я спросил На каких условиях Мы можем Принять участие В вашем митинге Мы Целиком и полностью За Советский Союз За новый Так сказать 21 века И прочее Он сказал Условие простое Ни один Член РКРП Не должен появиться На этом самом На болотном На болотной площади Или где там Проспект Сахарова Тогда был по-моему То есть РКРП Не должна Как организация Участвовать Это было его Главное Ключевое условие Все остальное Его не очень Интересовало Так уж получилось Что я закрывал Его митинг Мое выступление Было последним Я наслушался Очень много Про великую Советскую империю Там чуть ли не Про батюшку царя Я увидел Что это Никакого Так сказать Противодействия Не вызывает Вот Это был Определенный Так сказать Факт Который позволил Сделать выводы И наконец Поклонная гора Мы анализировали Подготовку Этого мероприятия Анализировали Каждый шаг Сергея Ирвандыча Сперва Он открещивался От этого мероприятия Публично дал установку Членам сути времени Наше главное мероприятие 23 февраля На этот митинг Мы не мобилизуемся Параллельно По Внутренней рассылке Сути времени Прошло сообщение Что мобилизуемся Вот Призыв Сергея Ирвандыча Участвовать в этом митинге Видеообращение Баннер на сайте Сути времени И на сайте Этого митинга Мы встречаем Такие Лозунги Наш флаг Трехцветный А не белый Раскачаешь лодку Получишь веслом Переменам Революции нет И ни одного слова Про социализм Про СССР Хотя бы там 2.0 Про прочие Такие вещи Вот В общем Чтобы не занимать Ваше время Излишнее По совокупности Всех этих фактов Мы сделали Соответствующие выводы О том Что Сергей Ирвандыч Это талантливый режиссер Режиссер политический Он работает на грани фола Он никогда ничего не говорит Прямо в поддержку Путина Но вся его талантливая Ювелирная работа Направлена именно на это И в завершении Хотел бы сказать Что все сидящие здесь люди По крайней мере Москвичи Это люди Которые рассуждают Об этом вопросе Не теоретически Мы работали в гуще В гуще толпы От начала и до конца Я думаю Что если все-таки Мы хотим оставаться На научных позициях Мы должны все-таки Оценивать не потому Что вот такой-то человек Плохой Если он что-то там поддерживает Или если что-то выяснилось Что он там На что-то деньги дает То это уже изначально плохо Само по себе Содержание выступлений На митинге Антиювенальном Это МОНО Несомненно прогрессивно Ювенальная юстиция Явление Однозначно реакционное Но времени Мара Я скажу только Лишь в комсомольской правде По Питеру Была информация Что у бедной матери Отняли дитя Только потому Что она бедная Она не богата Жира Когда она пришла За своим дитем От нее попросили взятку В 30 тысяч долларов То есть там начальник Это начальник этой службы То есть это гнуснейшее явление Явление Ко всему прочему Позволяющее Оказывать Политическое давление В том числе и на коммунистов Вот Сергей Пчелинцев Ко мне рассытки Приходят регулярно Знаете, наверное Это гнусно И не только по ювенальной юстиции Был разговор на том митинге Там было очень хорошее выступление По высшему образованию Как ректоры превратили В кормушку вузы Как вузы загибаются И явление Это еще раз Вот этот митинг Надо оценивать На мой взгляд Как однозначно Позитивное Ну а то Что Путин там Пожал руку Но это идет На мой взгляд Не в минус Этому мероприятию Ну а скорее В плюс Путину Тогда уж Значит потом Что касается Сути времени Вот СССР 2.0 Вот Суть времени Все-таки Проберла Коросальную работу Для того Чтобы показать Что Советский Союз Был более высокой Формой цивилизации Чем нынешняя Россия И эту работу Вообще говоря Не надо недооценивать Потому что Работать конечно После такой проведенной работы Вот и нам Будет гораздо легче И там показаны Многие вещи Проводятся выставки Там 20 лет без СССР Это все явление Тоже мне кажется Однозначно Позитивное На чьи там деньги Были организованы Дискуссии Которые тоже На мой взгляд Очень большой Прогрессивный сдвиг Внесли в общественное сознание Я думаю Это вторично Я думаю Что если рассматривать Что раз Путин у нас Исчадие ада А это там Как-то при поддержке Путина было организовано То это все плохо То я думаю Это неправильно Ненаучный подход Я думаю Что здесь надо оценивать Что сделано позитивно То позитивно И что касается обмана Я бы не сказал Что людей Которые в сути времени Так уж обманывают Вот допустим У нас Рабочая партия Россия Значительно Приросла За счет людей Которые потянулись В суть времени На этот фражок ТССР 2.0 Увидели Что там Что такое ТССР 2.0 По сути дела Утопический социализм То есть Вот есть Хороший СССР 2.0 Но как туда прийти Каковы движущие силы Которые туда приведут Об этом ничего не говорится Вот Это такая утопия Они это увидели И пришли к нам И надо сказать Большую работу приводят Вот газета Красный университет Которую здесь мы раздавали Вот там если вы увидите Там все материалы Написаны нашими Молодыми товарищами И материалы Очень хорошие Очень грамотные И конечно Это очень большое дело Тоже И даже вот только за это Кургиняну Уже надо бы сказать спасибо То есть Надо оценивать Тот же Путин говорит Что вот Поднять промышленность Он пытается реально Поднять промышленность Оборонную Другой идее Что здесь он барахтается В капитализме Которая Но с другой стороны Оборонная промышленность Ему нужна Судьбы Каддафи Там И того что С Асадом Там он не хочет Как чтобы было Вот Но вот это здесь Тоже вот видно Что даже при попытках Развить производство Чего-то создать Вот эти попытки Они вязнут В капитализме Как муха в молоке В нынешнем Цифры Суммы разворовываются Определенные Программы срываются Но тем не менее То что Позитивные тиродвижения Их надо оценивать Как позитивные Другое дело Что тот же Путин Как многие люди Его поколения 51-го года Он много чего не понимает И видно у него Тараканы вот эти Как он говорит Вот скажем В отношении Вузовских профессоров Там Не всем платить А профессора Там должны зарабатывать И так далее Но это мы уже проходили Что там Как горячие пирожки Должны научные разработки Расходиться Но это вот у нас И риторика такая В УЗИ есть Что пеките пирожки И нечего тут ерундой заниматься И Рукашенко Вслед за ним Это повторяет Как попугай Это вот Есть такое Конечно Негативное тоже Но вот надо все-таки Различать Что прогрессивное Тиродвижение А что реакционное Эти ребята Которые болотные И удальцов Кстати в том числе Вот говорили Что в начале митинга Организовал удальцов Это как нечто Там левый фронт Это как нечто Вот левый фронт За организацию Откуда она взялась Вот среди арестованных Ребят Вот этих В поддержку Которых Придрогалось выступить Там есть царая категория Такая Активист левого фронта Активист левого фронта Это значит Профессионар Который так сказать За деньги В этом левом фронте Равно Я так понимаю Ну а как вот еще Ну если не активист Учитель там Токар Там кто-то еще Ну активист левого фронта Это как профессия Там выглядит Нет Ну это потом Вот там Вот Ну это Какая-то организация Непонятная В чем ее левизна Они против диктатуры Пролетариата Удальцов в выступах Они Задачи Работы в рабочем красе Это вот надо будет Еще потом сказать Какая вообще задача Так коммунистов Как коммунистов Вообще главное Это задача коммунистов Не на митинги ходить Это никак Это так сказать Надо будет отдельно поговорить Они никаких таких задач Не ставят Организация имеет Финансирование Это однозначно Совершенно Ты же вот Откуда эта организация Я бы вот не стал Левый фронт Оценивать Как мне считать однозначно позитивное Вот это Такие вот Высказывания Спасибо Иван Михайлович Давайте вот Очень хотелось Да сейчас я вам дам Давайте не будем зацикливаться На движении Суть времени И не хотелось бы Все время Которое нам отведено На этот раз Потому что у нас есть Еще несколько принципиальных вопросов Сейчас я дам слово К СНБ Вот Александр Сергеевич За мной уже просил Пожалуйста Главный все-таки Здесь вопрос Который интересует Задел И обсуждается Это вопрос Об отношении Вот к этому самому Движению Сути времени И к митингам На Болотной И борьба По поводу выборов Значит в Госдуму И в президент И я думаю Что рассматривать это На фоне нужно Той ситуации В России Которая происходит В последние Там два-три года А ситуация какая Что Она Эта ситуация В какой-то мере Была Описана В нашей газете В совместном выпуске За рабочие дела И правда труда В моей статье Которая называлась Не плестись в хвосте Реакции Ультраправа Ультраправа Да Где Как мы оценили Значит ситуацию Я считаю Так она Примерно И оценивается На сей день А именно Что Значит Всю эту волну Конечно Значит Погнала Вот эта вот публика Которая руководила Митингом на болот И митингом на сахар Эта публика Почувствовала Что в обществе Происходит Гигантский Переворот Сознания От надежд На частную собственность На свободу На гласность На демократию К тому Что молодежь Молодое поколение Останется без всего Что никаких надежд У него На жизнь На будущее Ни в смысле работы Ни в смысле обзаведения Семьей Ни в смысле квартиры Даже не в смысле образования Серьезного Нет Поэтому она и ищет выхода И Руководители болотной Они уловили это настроение И попытались его Канализировать Свою сторону И Левый фронт Здесь Оказался Значит Ну Попался на такую Примитивную удочку Мало того Что сам Еще увлек И более серьезных Товарищей В том числе Из РКРП Поэтому тогда же Возникло вот это вот Трение Возникли эти дискуссии Теперь Что касается Взаимодействия С буржуазными Демократическими партиями То Мы их не поддерживали Не поддерживаем Не будем поддерживать Учимся в этом смысле У Ленина А Ленин учит Что Мы можем В известных Остых ситуациях Действовать в одном направлении Володя То есть не поддерживаем Но в одном направлении Мы действовать можем При Ленине Это была ситуация С Корниловым Когда большевики Вынуждены были Выступить Так же против Корниловщины Как и буржуазное Правительство Керенцева Так и здесь Значит Вот Я понял Что Вот эта идея Мысль В какой-то мере Это даже Такой теоретический Поворот Который сделал Сделал Фонд Рабочей Академии Его идеологи Который связан Значит С фашизмом на экспорт Это серьезнейшая вещь Фашизм на экспорт Это значит Что в других странах Никаких сдерживающих Демократических Там Вожжей Нет Если надо стрелять Вы помните Значит Стреляли Ирак Из залива С кораблей Ни один солдат Не участвовал Приехали Расстреляли Правительства Надо повесить Там этого Саддану Повесили Никаких сдержек Нет Сколько стран Уже пройдено И в России В бывших Советских республиках Грузия Молдавия Украина Мы все наблюдали Это очень хорошо И эту же самую Историю готовили И нам Поэтому Вот это выступление Значит В том числе И Кургиняна Против Вот этой Оранжевой Так Оранжевой Этой стихии Оно было Очень вовремя Ни одна Коммунистическая Партия Надо сказать Здесь Не проявила Недолжного Значит Понимания Недолжного Прогноза Недолжной активности А Кургинян Проявил И в этом смысле Он молодец Он выступил Как антифашист И мы выступаем В этом же направлении Как антифашисты Конечно Тоже В то же время Значит Преувеличивать Конечно Кургиняна Не надо И никто И никогда Ни в чем Его не привлечивал И не защищал Правильно Иван Михайлович Говорит Это утопический Социализм Это конечно Он начитанный человек Но это конечно Не марксизм Это смесь Такая Экликтичная Многих Идеологий Поэтому Изображает Он из себя Какого-то миссию Он строит партию Эта партия Будет мелкобуржуазной Никаких сомнений Тут не должно быть Но и связываться Через левый фронт Поддерживать Вот эти Правые течения Правые движения Я думаю Что коммунисты Конечно Не должны У нас уже Довольно Своих сил Надо организовать Свои митинги И больше Даже участвовать Не в митингах А в работе На предприятиях Что мне кажется И делали И РКРП В Москве И здесь У нас В Ленинграде Кое-что удавалось Вот наше движение А не смотреть Что там Делает Путин Что там Не делает Путин Поэтому я думаю Что нам нужно Вообще Смотреть на то Что нужно нам делать А не Что делают Другие Спасибо Спасибо Значит Давайте Сдвинемся Все-таки С этой темы Я просто хочу Одну цитату дать Чтобы понять Чтобы показать Разность взглядов Двух сторон Которые сегодня сидят В частности 27 декабря 2012 года На политклубе РКРП Была произнесена Товарищем Фердером Такая фраза Кургинян и Проханов Ведут рабочий класс К нацизму Вы же говорите Что они антифашисты Поэтому вот здесь У вас Диаметрально расходятся Давайте перейдем С главным Вот этим вот Всем митингам Что такое Активист левого фронта То же самое Что активист Ротфронта Это член Ротфронта Там это член Левого фронта Говорит Что люди на зарплате Да Говорит Не знаю Как там Так Допустим Начнем с того Что сидят Два члена ЛФ Сейчас Которых я лично знаю С которыми Общался Это Володя Акименков Который слепнется Сейчас в тюрьме Который Рабочий человек Он работает Он Последнего места работы Он был курьером Работает У него На самом деле Я узнаю тоже Лично Прекрасно его знаю Иногда у него Не хватало денег Чтобы себе ботинки Новые купить Потому что он Вкладывал деньги В эту организацию Свою Чтобы поднять Чтобы ЛФ Ходил на заводы С вами листовками Знаете тоже ЛФ Неоднородная организация Надо понимать Тоже строк Почему фронт Почему это фронт Ну не так часто Как наверное Мы это делаем Но все таки Часть ЛФ Ходила реально На заводы Пыталась агитировать Маршрутчиков Тоже там Были какие-то проблемы С ними Так вот На данный момент Левая платформа Существует В левом фронте Вот Это нужно понимать Скоро съезд у них Будет неочередной Где они реально Ставят вопрос О том Что мы переключаемся На рабочий класс Мы вводим У себя Марксистские Марксистские Как это называют Минимум Теоретически Для вступления Потому что Их тоже Поддостало Этого Дальцовщина Что брать всех Кого ни попадя Дать флажок И беги Делай Василий Кузьмин Тот же самый В Москве Вот сейчас Который обыск Проходил Он учитель По своей профессии Товарищ Герасимов Очень правильно Начал свою речь Про научные позиции Что мы должны С них смотреть И прочее И с этой точки зрения Кстати Когда мы разбираем Какие-то факты Товарищ Герасимов Надо всегда Подобно Древним римлянам Отвечать на вопрос Кому выгодно Вот здесь Я увидел И у вас И у ваших коллег Попытку уйти От этого вопроса Знаешь Вот типа Почему Курганян Появился на первом канале В мейнстрим тайм Да Вот повезло Вот как-то вот Кому выгодно Если там Если там Если там Вдруг Дескать Можно Можно я продолжу Все-таки Если там Вот дескать Кто-то что-то сказал Сделал Мы должны смотреть На позитив Не разбираться В причинах По сути Такая мысль Прозвучала Вот мы все-таки Чуть-чуть Расширяем Этот момент И хотел бы Товарищ Герасимов Сказать Что книжные знания Однобокие Книжные знания В отсутствии Практики Они до добра Не доведут Вот вы сейчас Фактически Преподнесли нам Свою версию Так сказать Что такое Левый фронт Что такое Активисты И очень здорово Промазали Потому что вы Активистов Левого фронта Не знаете Не видели Наверное Смотрели Про них Из телевизора И вот Оказалось Что это Проплаченные Люди На зарплате А у кого Где удальсон Можно я Можно я Можно я Продолжу Извините Давайте Давайте Соблюдать Культуру Спора Я очень Вас прошу Вот Мы говорили О политзаключенных Мы помним Ваш пассаж Что Хорошо Что там Эти Одни с другими Дерутся И в общем-то Вы высказывались В адрес Этих ребят Рядовых Что такое Удальцов И что это За политическое Не буду говорить Кто Это мы с вами Прекрасно знаем И у нас Здесь с вами Разногласий нет А вот Что касается Активистов Левого фронта А вы сказали Что активист Левого фронта Ну это Наверное Тот Кто получает Деньги Нет Это обычные Рабочие Служащие Студенты Которые Вот сейчас Сидят И несут Всю тяжесть Бремени Поэтому Поэтому Уважаемый Товарищ Герасимов Я хотел бы Обратить Ваше внимание На то Что такая Политическая Наивность Она вообще-то Говоря Недопустима Вот вы Говорили И ваши коллеги Про то Какая Страшная вещь Ювеналка И прочее Страшная Безусловно Я согласен Но только Вся эта история Мне напомнила Историю По моему Восьмилетней давности Знаете Был такой законопроект По знамени победы Единая Россия В Госдуме Внесла К чертовой матери Серп и молот Символ знамени победы Внесем Вот Чтобы там была Только звездочка Маленькая Контур Да Шум Гам Сволочи Покушаются На историческую память Тюлькин Тогда Как депутат Государственной думы Активно боролся Вот Против этого дела Посмотрели Господа Из Единой России На расклад Сил в обществе Послушали Общественное мнение И Путин Хороший царь Говорит Нет Оставляем Все как было Единая Россия Разворачивается Фракция На 180 градусов Отзывает И вот Поют Осанну Патриоту Великому Путину Который Так сказать Все антироссийские Происки Пресек И Возвратил Историческое Знамя Победы Вот здесь Вот здесь Мы видим Такую же Распасовку Наивные люди Говорят Как хорошо Какой Путин Великий патриот А люди Грамотные Искушенные В политике Понимают Что здесь Была обычная Распасовка Сперва Путин Своих слуг Настрополил Сделать Этот Ювенальный Так сказать Законопроект Помог Кургиняну Побороться Героически Набрать Популярность На этой Борьбе С ювеналкой Потом Когда Так сказать Настал момент Героически Разгромили Эту самую Ювеналку При помощи Тех же Властей И вот В итоге Что мы имеем В итоге Мы имеем Раздутый Политический Капитал Сути Времени И вот Когда вы Говорите Про хорошую Работу Сути Времени Я опять же С вами Согласен Полностью Сергей Ирвандович Замечательно Защищал Советский Союз И мы Ему За это Признательны Надо просто Помнить И другие Исторические Примеры Что был Например Такой Видный Большевик Член ЦК Член Думской Фракции Товарищ Малиновский Который Многое Действительно Сделал Для Развития Партии Большевиков А в то же Время Оказался Провокатором И его Только в 18 Году Разоблачили Расстреляли И прочее А вот Умного Человеку На мой взгляд Хватает Таких Примеров Чтобы Разобраться Что не все Так однозначно Вы Утверждаете Что Путин Заботится Об оборонке Я вас Приглашаю В Москву Пожалуйста Завод Салют Завод Имени Хруничева Походите По цехам Пообщайтесь С рабочими В общежитиях Они вам Расскажут Что такое Современная Российская Оборона Да ради Бога Даже НПО Энергия Вот Товарищ Сергей Мирошниченко Имеет Отношение Не надо Нас Кормить Извините Книжными Или подчеркнутыми Из телевизора Знаниями Мы знаем Что такое Современная Российская Так сказать Промышленность Вот И что касается Фашизма На экспорт Ну извините Опять промазали Впервые В современной России В рабочих Стреляли При Путине В Выборгском Целелезобумажном Комбинате На рубеже Веков Вот настоящий Фашизм Не на экспорт А можно даже сказать На импорт И если Да Свой доморощенный Русский Российский Фашизм И эти господа Вот я опять проведу Аналогию Которую вы наверное Забыли В 2005 году У нас была Монетизация Льгот Пенсионеры Обездоленные Доведенные Просто до ручки В начале января 2005 Высыпали на улицу Перекрывали Ленинградское Шоссе И прочее И тогда Нашелся Идеологический Предшественник Господина Кургиняна Сергей Карамурза Который кричал Что пенсионеры Вот эти нищие Доведенные До иступления Люди Это агенты Запада Это оранжевые агенты Их кто-то там Подговорил Чтобы они Раскачивали лодку Это он писал Это можно найти В интернете Я вам цитаты найду Вот так он обошелся С российским народом С трудящимися С обездоленными людьми И наши фамилии Моя фамилия В том числе Фамилия Анатолия Викторовича Кручкова Лидера нашей партии Была опубликована В списке Оранжевых агентов Оказывается Мы тоже Деньги Госдепа Получали Вот до чего Доводит Ваша логика Я призываю вас Все таки Не пользоваться Двойными стандартами Когда вы оцениваете Товарищи Поскольку Когда речь идет о том Кто давал деньги На передачу Кургиняну Или кому-то Цитата Товарища Осина По нашему мнению Брать деньги Для своей деятельности Организация может Откуда угодно Нет ничего зазорного Брать деньги С госдепа Средства можно брать Откуда угодно Это цитата Совершенно верно Вопрос Кому выдержанно Откуда берутся деньги Это ваша Секундочку И второй момент И второй момент Когда вы говорите О том Что товарищ Герасимов Оценил активистов Левого фронта Ну наверное Слишком поверхностно Есть и такие люди Есть и такие люди Вот я хочу напомнить Цитату Александра Батова На политклубе Когда он назвал Людей Которые пришли на поклонку Стадом баранов Коммунист Товарищ Герасимов Вот вы 150 тысяч человек Которые вышли Назвали стадом баранов И тем не менее Наши люди Тем не менее Наши люди Там работали И выискивали Среди этого Условно говоря Стада Тех думающих Настоящих патриотов Своей страны Мы работали там При всем При всем При том Что там людей Свозили автобусами И наши Стадо баранов было Или нет Где На поклонной Стадо баранов Ой на этом На Какой На этой Болотной Стадо баранов Там хватало А здесь В цирном Стадо баранов Везде хватало Везде хватало Одинаково Давайте по очереди Послушаем Сейчас Сейчас очередь Товарищи Сонда рабочих Вот Виктор Иванович Давно тянет руку Два слова Значит Во время войны Великой Отечественной Наши Сордаты Стреляли Не в Гитлера А стреляли В рядовых ССовцев Которые шли По приказу Гитлера На нас И среди которых Было много Искренних Я не сомневаюсь Порядочных И симпатичных Ребят И в основном Рабочих Кстати Поэтому Здесь Говорить То что Удальцов Так сказать Он там Радно Плевать А вот Они по его Приказу Что-то делали И они Вот такие Чистые Рабочие Ребята Это мне Кажется Методически Неправильно Если бы Вы понимали Разницу В структуре СС и Левого фронта Там Удальцова Вообще Многие Плюют И не подчиняются Но у вас Действительно Есть и Общие Есть и Общие Но они Во-первых Александр Они не Я это знаю Из всех Их деятельностей Это по телевизору Мы знаем Из книжек В том числе Из выступлений Удальцова А что он делает В этом Левом фронте Тогда Дорогие Паркетируются Разворот Страстного Работает Сажите Рыба Та жарко Дисульсия Которая пошла Говорит о том Что Вопрос Больной То есть Мы сейчас Нащупали Тот вопрос Который Надо обсудить И не переходить Другий Это у меня Просьба Я думаю Надо все-таки Другой вопрос Поднять Так Вот я и хочу Сказать Во-первых Я должен Конечно Хочу отреагировать На выступления Наших товарищей Очень эмоциональные Красивые Яркие Трогающие За душу Ну вот я соглашусь Романом Который В самом начале Сказал Что мы должны Опускаться До глубины Иначе Все эти факты Пактики Прочи Уведут нас в сторону Во-первых Я должен Сказать Что в рабочих Стреляли Не при Путине Не Первый раз Не в Выборгском Заводе А вообще В 1962 А почему Тогда Такое получилось То что Известный деятель Руководцем КПСС Убрали Коренное Положение Марксизма Из программы Партии Коренное Положение Марксизма Диктатуры Пролетариатов Это первое Второе Вот опять-таки Реагируя На Эти ваши Эмоциональные Выступления Я задаю вопрос Как мы должны Оценивать Коммунистов Настоящий Или нет Вот вы говорили Несколько раз Это настоящий Коммунист Организация Которая Есть в положении Коренное положение Марксизма Диктатуры Пролетариатов Можно Отнести Коммунистическим Если нет Извините Как бы Трижды Сея не называли Никакие Некоммунисты И товарищи Отдельные Если не борются За эту диктатуру Пролетариатов Они настоящие Коммунисты Вы пока Только Говорили о другом Собрали Эмоциями Пострадал Получил Срок И так далее Это второе И третье Опять-таки Давайте опускаться До этой глубины Вот сейчас Вот эти факты Фактики Это кухня Много нам дают Знаний этих кухней Вот если мы не опустимся Туда Она Вот знание Уведет в сторону В совершенно Ненужном направлении Значит Опустимся До этой глубины Это очень просто Я даже Сознательно Не буду называть Фамилии Потому что Называют там Путин Медведев Нас уведут в сторону Вот здесь Опять-таки С самого начала Вернусь К тому Чему мы начали Очень хорошо Есть правящий класс У него сейчас Четко видно Два направления Или две группы Условно Назовем Одно Ориентирующая Скажем так На национальный капитал И вторая На западный Компрадурский капитал И тут Расхождений нет У меня Нет И вот дальше Как мы должны Оценить С какой позиции Да с позиции Развития Рабочих движений Вот давайте оценим Если этот правящий класс Принимает решение О том Что нужно утвердить Разработать Утвердить Программу развития России Она будет Способствовать Развитию Рабочих движений Будет Потому что Новые заводы Будут строиться Появится Рабочий класс Появится 100 социальных базов С которыми можно работать Которые вообще в состоянии Изменить строй Поэтому я всячески Поддерживаю Тех деятелей Правящего класса Неправильно Муж говорю Поддерживаю Эти действия Что они приняли Программу Развития России А теперь Можно перейти к фамилиям Кто способствовал Путину Спасибо ему Значит Если принимаются решения О создании В нашей стране В нашей стране Буржуазной Капиталистической Крупных производств Объединенная Судостроительная Корпорация И прочее А не будут Способствовать Воссозданию Промышленности Созданию Рабочего Класса И соответственно Появлению То есть базы С которой мы можем Работать Да будут Начали поддерживать Эти действия Кто их принял Путин Ну и спасибо А вот та вторая сторона Однозначно Этого принимать не будет Которая рвется Сейчас класть Однозначно Не будет Опять будет Приватизация Опять пойдет Дальнейшее Разрушение Тут было сказано Что Путин Принял решение Развивать И мы это поддерживаем Не ну Вы знаете По решениям Вот Навальный Он тоже говорит Что надо бороться С коррупцией Вы против Борьбы с коррупцией Почему вы не за Навального Навального Конечно Троцкийские методы Борьбы с коррупцией А при чем здесь Троцкийзм Вообще Как-то непонятно Потому что Троцкий так говорит Что борьба с коррупцией Это вот Троцкий говорит Что развиваем промышленность А сам закрывает заводы И все Вгоняет Россию Во-первых Не только закрывает Уважаемый Академ Герасимов Вот Интересная конечно Позиция Ну вот Про Новочеркасск Ваш коллега Сказал Что Оказывается Елки-палки Проблема Это случилось Потому что Про диктатуру Пролетариата убрали Интересная трактовка Событий Вот Мне кажется Там замес Произошел Несколько из-за другого Ну ладно Вот опять же Книжная трактовка К коммунистичности Знаете Вот Партия Нины Андреевой ВКПБ Коммунистическая она Или нет Если посмотреть Программу Слушай Там про диктатуру Пролетариата Наверное Хлеще чем у нас Но коммунистическая Я например Ее считать не могу Вот не могу Потому что Быть коммунистом Это не значит писать Красивые декларации Программы Про то что мы Там как один Все встанем За диктатуру Это значит Реализовывать программу А реализации Этих бумаг За ВКПБ Я не вижу С другой стороны В рядах Совершенно не коммунистических Организаций Таких как КПРФ Левый фронт И тому подобные Структуры Мы видим Отдельные вкрапления Коммунистов Которые Кто-то может быть По недомыслию Кто-то Так сказать Хорошо Просчитанным упорством Пытается эти структуры Вырулить В коммунистическую сторону Сблизить С Ротфронтом Или отколоть Какой-нибудь кусок В пользу Рабочего движения Вот То есть ситуация Это она не такая Однозначная Но уж Всяко разно Нельзя судить О коммунистичности Только по тому Что написано Во всяких Прочих бумагах Что касается Что касается Национальная Да Программа без реализации Это бумажка Просто бумажка Что касается Национального И компрадорского капитала Безусловно Признавая И принимая во внимание Что есть разница Есть так сказать Ориентация На те или иные Формы экспорта Импорта Да Мы все же Имеем ввиду Что Существует Российский Империализм Существуют Интересы Российского капитала За рубежом И в целом Российский капитал Имея подчиненное Зависимое положение Перед американским Вообще Западным капиталом Которое усилилось При патриоте Путине Не ослабела Вот эта зависимость А усилилась Цифры факта У нас Так сказать Огромный доклад На эту тему Был Вот При этом Этот же российский капитал Имея свои интересы В Восточной Европе На Балканах Скандинавские страны И даже в Соединенных Штатах Америки Там До кризиса Сеть автозаправок Конака Филипс Филипс Принадлежала Именно российскому капиталу И вот что касается Научного подхода Ну понимаете Ну не может быть Такого Товарищ Герасимов И прочие уважаемые коллеги Чтобы Факты Уводили нас В сторону От истины Факты Они ведь факты И мы И мы их И мы их Приводим И вот понимаете Если вы занимаете Позицию Тем хуже Для фактов Это значит что вы Это значит что вы Начинаете Селективно Избирать факты Подгонять их Под заранее Сострепанную теорию Факты могут Помешать Увидеть за деревьями лес Бывает такое Но мы на то и Собираем эти факты Со всех сторон И анализируем Чтобы увидеть Правильную картину И мы с самого начала Сказали Что Да действительно Сергей Иванович Кургинян Это Выдающийся деятель И что он сделал Было много полезного Только вот что касается Господина Путина И его там Объединенной судостроительной Корпорации Ну Мы уже Сколково Видели Это величайший проект По развитию Российской науки Да И видели законопроекты Реформа образования Там Академия наук Вот когда это Объединенное судостроительное Будет построено Тогда мы посмотрим Правда Асанну Владимиру Владимировичу Мы петь Все таки не будем Все спасибо Михаил Васильевич Значит я Во-первых Должен констатировать Что вот тот замысел Который у нас был Поговорить по Тактическим вопросам Он вполне реализуется Несмотря на некоторые обострения Я не вижу Каких-то коренных Разногласий На сегодняшний день Так сказать Нет Пока не вижу Сейчас Владимир Я бы только Методологически Подчеркнул бы Следующий момент Вот который мне приходится Во время преподавания В том числе В студенческой среде Что вот Я такой вопрос Даже даю на экзамен Если Реакционер может совершать Прогрессивные действия Прогрессивный человек Может совершать Реакционные действия Конечно Ну вот это Я думаю Вот это установка На которой мы Все стоим И надо понимать И надо видеть Какие действия Прогрессивные Какие реакционные Для кого это Определяющим является А скажем Определяющим Для представителей Буржуазного класса Конечно является Реакционные действия Безусловно Безусловно Поэтому В отношении оценки Там руководителей Буржуазного класса Как Ну не будет Пусть Будет Иванов Петров Сидоров И пока он руководитель буржуазного класса, он будет реакционным деятелем. Почему? Потому что весь класс сейчас, период империализма, реакционный. Поэтому прогрессивных деятелей среди руководства российского, японского, эстонского и другого, так сказать, правящего класса нету. А есть, ну, действия отдельные, которые мы должны отличать и понимать, что нам, между прочим, мы понимаем, что готовит социализм, между прочим, предыдущий способ производства, капитализм. И что тогда созревает, и дисциплина, и прочее. Поэтому я бы, например, не торопился так заявлять, что у нас империализм. С одной стороны, мы говорим, что у нас только одна труба осталась, и мы, значит, сырьевой придаток развитых капиталистических государств. Тут вдруг мы говорим, что мы империалисты. Я думаю, что это через край. То, что тенденция такая есть, и это, наверное, неплохо, если Россия будет империалистической страной, а не страной отсталой. Потому что империализм – это современная стадия развития капитализма. Поэтому, значит, это не обвинение. Это, скажем, та стадия, про которую Ленин говорил, а вот если еще будет государственно-монополистический капитализм, в градящей катастрофе, как с ней бороться, это вот та стадия, после которой никакой следующей ступеньки нет, что следующая ступенька – социализм. Поэтому, если какие-то действия этих негодяев-реакционеров ведут к тому, что это, так сказать, идет развитие государственно-монополистического капитализма, они не поддерживают, как, скажем, Путин делает с медведем, а все время поддерживают мелкий бизнес. Вы же за конкуренцию. Так если эта конкуренция сожрала мелких, так поддерживают, теперь крупный, а они все равно. Идеология вся у них экономическая, что у того, что у другого. Поддержка мелкого бизнеса, они вот этой крупной промышленности, крупного производства, которые там и Марксин говорили, что это материальная основа социализма, и Ленин говорил, что они как чувствуют шкурой, что это основа социализма. Поэтому они, даже когда они программу составляют, они ее не выполняют, или когда они ее выполняют, они разворовывают. Почему им не нужна цельная программа, потому что здесь сворвали, тут не хватило. А когда по частям отдельные программы, здесь сворвали, здесь сворвали, здесь сворвали, много набрали, и все хорошо. И ни с какой коррупцией, конечно, Медведев не боролся, он освободил всех от конфискации и так далее. То есть я хочу сказать, что у нас вот в этом вопросе, несмотря на горячий, так сказать, характер нашей дискуссии, значит, мы видим тут общую позицию. Что касается того, вот что, так сказать, на чем мы, так сказать, настаивали, что Кагинян, так сказать, много сделал для защиты нашей истории, для пропаганды, так сказать, Советского Союза и для разоблачения самых отъявленных представителей буржуазии, либерального крыла. Это тоже, так сказать, я думаю, не вызвало ни у кого возражения. Я думаю, что в этом отношении у нас тоже никаких особенных нагласий не, так сказать, произошло, тем более по вопросу о диктатуре периода, что это критерий коммунистичности, вы же не будете возражать, правда? Нет. Поэтому, я думаю, мы можем переходить к следующему вопросу. Михаил Васильевич, понимаете, потом эти, потом... Пошли отметить в протоколе, вот насколько конструктивно, Михаил Васильевич. И товарища Батова обязательно, запишите там. У меня противоположная задача, поэтому я хочу все-таки обратить внимание. Вы разжигайте, вы разжигайте. Вот кто агент в такой стороне. Да, да, да. Его задача поссорить молодое поколение коммунистов с опытными как... Потому что вы ищите, ваша сторона, ищет то положительное, что сделала организация. Они ищут, что они сделали отрицательные. Молодцы. Какие они нехорошие. А в целом получаются ищесторонний взгляд. На сегодняшний день, из всей литорики, которую я прочитал в интернете, я понял так, что... Да, собственно, Ферберов, по-моему, на одном из политклубов, это сказал прямым текстом, что вот движение типа там, которое возглавляет Пургинян или Проханов, на сегодняшний день гораздо опаснее и хуже, нежели открытые либералы. Ну, каждый человек у нас имеет право сказать все, что угодно. Конечно, разумеется. Поэтому я хотел бы перейти к следующему принципиальному вопросу, который вкратце принято называть так. Чем хуже, тем лучше. И для того, чтобы как-то очертить проблему, я хочу привести цитату из вашей статьи ЦК РКСМБ. Статья называлась «Диалектический догматизм или две тактики в болотной революции». Здесь было сказано следующее. Герасимов, несмотря на все призывы к диалектике, не смотрит на процесс ухудшения положения диалектически. Для него стабилизация – это всегда плохо. Тем не менее, есть ухудшение положения и ухудшение положения в два разных условиях. Это ухудшение приводит к разным итогам. В каких-то случаях это ухудшение приводит к скатыванию в хаос и деградацию всего и вся, топтанию на месте либо же к установлению фашистской диктатуры. Нередко бывает и так, что дестабилизация приводит к мобилизации масс, которые совершают социальную революцию. Скажите, вы готовы пожертвовать вот той частью, которая может привести к фашистской диктатуре? То есть вас это не пугает? Вы готовы рискнуть, пойти вот на этот риск, несмотря на то, что ухудшение ситуации, тем не менее, может привести к фашистской диктатуре? Вас это не пугает? Ленин почему-то не испугался в 2014 году выдвинуть лозунг поражения своего правительства в империалистической войне. Вот, кстати, по поводу империализма Российская империя тоже была очень со всех сторон зависимая и почему-то это не помешало Ленину окрестить ее империалистической и призывать даже к поражению как в 2014 году, так и в общем-то в русско-японской войне. Такое правительство, правительство, ну в данном случае как бы суть, не суть, да, давайте не будем к словам цепляться. Поэтому да, может привести к фашистской диктатуре. И именно, именно, чтобы не привело к фашистской диктатуре вот эта дестабилизация, именно чтобы она не привела к хаосу и к топтанию на месте, я считаю, что мой долг, как коммуниста, идти туда и нести там свою правду, нашу правду. Вот на эти митинги, на эти, значит, волнения, которые дестабилизируют, да, участвовать и разворачивать эту дестабилизацию в сторону нашей, так сказать, пролетарской стабилизации. Вопрос к фонду Рабочая Академия тогда. Вот смотрите, действительно, иногда берет злость, вот что они делают, там, ухудшение ситуации с ЖКХ, с зарплатами, с образованием, с медициной. Народ очень пассивный, на акции выходят, там, от силы 50-100 человек в Питере, в Москве, там ситуация не намного лучше. И вот кажется, ну, может, действительно, вот бы жахнуло так, чтобы уж совсем уж, и тогда, может быть, до людей дойдет, а? Как вы думаете? Я к вам обращаюсь, да, ну, кто-то из вас, пожалуйста. Я думаю, что мы должны прекрасно понимать, что вот если на человека какие-то накладываются социальные нагрузки, он может сопротивляться, как сжатая пружина. Но при некоторых нагрузках у него ломается хребет. Поэтому тот, кто думает, что будет совсем, пусть у нас будет все хуже и хуже и хуже, как вот троцкисты, например, пропагандируют. Это может привести к тому, что народ потеряет надолго возможность сопротивления. Ну, скажем, скажем, ливийский там рабочий класс, ливийский народ. Теперь это десятилетие будет идти, им не до каких-то, так сказать, там, социалистических высот и даже демократических не дойти. То же самое и в Ираке. То же в Югославии, которое раздробили на мелкие части, там вообще не может быть никакой социалистической революции, потому что такие маленькие государства не способны защититься от превосходящих сил противника. Я думаю, что это совершенно ясно по этому поводу. Поэтому весь вопрос, со мной, так сказать, я тоже дискутировал, в том числе вот с Ильей Львовичем, так сказать, ну а теоретически возможно ходить на вот митинги, которые организовывают чуждые силы. Ну, а почему? Теоретически, конечно, возможно. Я пришел, вы организовали, я принес свои газеты, раздал. А там есть люди, которые пришли посмотреть, что принесет товарищ Батов. А они, значит, унесли совсем другое. Нормально? И товарищ Батов так же делает. Он приходит на митинги, которые организовывают, так сказать, что-то те кто. Ну, и пускай они организовывают. Он, значит, они там что-то свое вещают. А они, значит, наши ребята приходят, раздают там свои материалы, дают свои телефоны и кого-то оттуда утаскивают. А вот теперь я хочу сказать уже, как президент фонда рабочей академии, как консультант российского комитета рабочих. Каков сухой остаток? То есть, теоретически я с этим не спорю. А практически, вот когда начинается, разбирается российский комитет рабочих, и мы зовем приехать организаторов рабочего движения из Москвы в Нижний Новгород, чтобы обменяться тем, как они ведут классовую борьбу. Тем более, что, как видно по последним двум заседаниям, там все время больше и больше звучит голос политический, что недостаточно ограничиваться экономической борьбой, нужна политика. Люди совершенно однозначно говорят о социализме, о коммунизме. Ну, как вы думаете, сколько рабочих приезжает в Нижний Новгород из Москвы, столицы? Вот вроде как вы везде ходили, ходили, ловили, искали. Допустим, вы пошли на болотные выловили, там из этого болота, ну, там несколько рабочих, трех. Хорошо. Двух. Никого не выловили. Никого не выловили. Почему? Потому что, потому что есть два способа получать пшеницу. Можно, так сказать, в навозе его выковыривать, и я хочу сказать, если потом промыть, можно хлеб испечь. Вот у нас некоторые товарищи, из тех, с кем я работал, все время порывается вот такой дорогой пойти. И я не спорю, что можно накопить этого зерна, и хлеб можно будет печь. Или там оборотную воду использовать, так сказать, которую вы выделяете и так далее. А можно посеять зерно и испечь хорошее, так сказать, хлеб уже испосеяется зерно. Я хочу сказать, что мы, не отказываясь от хождения на всякие разные митинги, я и спорить не буду о том, что вот, ну вы пошли на митинг. Ну хорошо. А давайте пойдем на заводы, вот на те вот, про которые говорил Александр, что есть вот такие заводы, которые разрушают, надо организовать борьбу против разрешения самой основы вообще будущего социализма. Разрушают материальную основу социализма, крупную промышленность. И вот когда начинается, вот мы, так сказать, организовывали митинг в защиту ЗИЛа, ну и что там, пришли товарищи из РКСМВ пришли, из РКРП пришли. И наши товарищи были, так сказать, из фонда рабочих. Приехал из Ленинграда там Борис Николаевич, Гавшин. И все это было, конечно, очень мало. Очень мало. То есть многомиллионная, 12-миллионная Москва, 5-миллионный Санкт-Петербург. Доехать ничего не стоит. И в итоге мы должны видеть, что мы с рабочим классом работаем не так, как должны работать 80-100 раз коммунисты. Вот они по душе. Но надо с рабочим классом работать и надо организовывать классовую борьбу рабочего класса. И к нам тогда будут присоединяться люди из других слоев. И это самая главная задача. И я хочу вот воспользоваться этой ситуацией и сказать, что давайте, вот мы готовим в октябре, будет заседание Российского комитета рабочих. Наверное, у вас есть наработки, вы там, наверное, кого-то нашли вот на этих всех митингах, болотных, каких угодно, поклонных, что толку, поклонных нету, болотные нету, никого нет с митинга, никого. А как только начинается вопрос, что дальше выясняется, что некому ехать, некому, денег нет, ничего, и партия не может организовать. У нас прямо страдания везде. Михаил Васильевич, ну как же вы теперь говорите, что вы не против вхождения на митинги, когда вы сами в своей передаче обличали и позорили красные флаги, которые идут к воскресе либералов? Ну я их позорил, потому что они за гомосексуалистами идут. Ну это уже совсем распад. Ну а с флагами-то зачем? Ну если они встроились между либералами и коммунистами? А с флагами, вот если бы они навстречу слились с красными флагами, было бы хорошо. То есть надо думать, как это... Ну это уже другой вопрос. Но я хочу сказать, что давайте, я думаю, что с этим, товарищи наши, наверняка никто не будет спорить, поскольку у нас общие теоретические позиции программные, что конечно, организация на фабриках и заводах, организация рабочего движения, перерастание, так сказать, способствование, перерастание борьбы за какие-то ближайшие нужды, за зарплату, но уже не на копейку, на рубль, не за индексацию, а за повышение реального содержания, чтобы люди могли бы вставать, чтобы могли создавать советы, чтобы они могли организовываться в масштабах России, вот это наше главное поле. И если мы на этом главном поле работаем, если при этом мы куда-то еще ходим туда и туда и туда, везде их посылаем в разведку, засылаем их в разные движения там, которые называются левыми, и слава богу. Так, давайте по очереди, сейчас Бадов, потом Герасимов. Да, вот несмотря на происки всяких агентов, все-таки хочу сказать, что с Михаилом Васильевичем очень приятно вообще беседовать, и здесь конструктивно, конструктива здесь гораздо больше. Значит, мысль ваша основная понятна, и я с ней в целом согласен. Но кое-какой аспект вызывает несогласие. Я понимаю вот этот аргумент, что вы, может быть, намекаете на то, что из-за того, что мы там бегаем по этим болотам и прочее, у нас не хватает времени на основную главную задачу коммунистов. Вновь приглашаю вас в Москву, докладываю вам, так сказать, что сейчас московская организация РКСМБ работает с 16 промышленными РКРП, да я знаю, с 16 промышленными предприятиями региона, что крупнейший боевой профсоюз защиты метровагонмаш, крупнейший в нашем регионе создан нами, нашего региона, Москвы и области. Я вместе беру, поскольку у нас единая на город и области организация. Что есть организация защиты на Салюте, есть организация защиты юг города Москвы, это профсоюз медработников, есть инициативные группы на целом ряде предприятий, и заводские листки выпускаются, и проводятся встречи рабочих, и многое-многое-многое другое, что я сейчас не буду занимать место, так сказать, эфирное. Вот, и вот этим мы занимаемся, и мы занимаемся в том числе болотом, и будем, наверное, заниматься определенное время, потому что, как правильно сказал Михаил Васильевич, работать нужно с людьми из всех слоев. И докладываю, что благодаря нашей работе на болотных митингах, во-первых, пришли люди, да, кто-то из рабочих, кто-то из служащих, вот студентка-аспирантка, уже аспирантка, профессиональный религиовед, который статьи нам пишет, на болоте случайно ее нацепили. Сегодня на наших занятиях присутствовала, присутствовала и может быть даже присутствует женщина, которая на болотных протестах пришла за Навального, ходила, 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 разобралась, что к чему, пока еще не забатала, но я думаю, это вопрос времени, но по крайней мере за левой идеей. Вот, то есть даже тут, даже вот в этой нашей конкретной работе подтверждается, что эффект есть, люди приходят, и эти люди в том числе усиливают нашу работу с рабочим движением. И в то же время, вот 12 июня, последний из этих так называемых маршей, да, пришли мы туда с флагами, со всеми этими транспарантами, посмотрели на эту публику, пошумели там, устроили, так сказать, провокацию, прямо скажем, да, с альтернативным митингом, и пока вот мы делаем предварительный вывод, что скорее всего при такой тенденции больше не имеет смысла туда ходить с флагами и колонной и прочее, прочее. Это вопрос целесообразности. Вот сейчас уже, похоже, оно становится нецелесообразным. Александр, а что с антиболотными митингами? Вот, казалось бы, там публика должна быть более подготовлена, то есть их, как вы говорите, купили на советской теме, на патриотизме, то есть они должны быть более красными. Может быть, их проще к себе затянуть, нежели вот этих, которые приходят к либералам, которые вообще антикоммунисты, патриологи свои, в большинстве. Знаете, Володя, мы всегда готовы к разговору с Сергеем Ервановичем. Наши контакты, к сожалению, прервались после 24 декабря, когда они не дали слова Степану Маленцову. Я просто не знаю, какие еще антиболотные митинги вы имеете в виду, потому что мы сами проводим антиболотные митинги, в том числе на болоте, так сказать, устраиваем провокации. И господин Навальный, с которым недавно встречался один из наших активистов, он отметил это дело, что да, было, что, так сказать, это определенные проблемы создавало. Но вот я вспоминаю этот митинг на Воробьевых горах, наших товарищей там сотрудники сути времени обыскивали, наши плакаты придирчиво проверяли, наши листовки читали. Когда мы попытались дать интервью об этом мероприятии прямо на площади, сотрудники безопасности к нам подошли, сорвали это интервью, хотя мы не собирались ничего гадкого вообще-то говорить. То есть проблема в том, что туда вас не пускают? Проблема в том, что да, у нас там возникли большие сложности и с тех пор у нас просто не было контакта, не было возможности, так сказать, для разговора. Но если вы, как агент, уже не знаю каких сил, обладаете прямой связью с Сергеем Ервандовичем, можете ему намекнуть, что мы к диалогу всегда готовы. Вопрос в условиях. Ваше предыдущее выступление чрезвычайно мне понравилось, поскольку вы в нем соединили, ну, когда обрисовывали ситуацию на заводах, вы в нем соединили и теоретическую глубину, которую мы добиваемся, и вот те факты и фактики, в которых я вроде как выступал. Поэтому у меня вот сейчас такая идея созрела. Ну, чего мы об оболотной будем трещать и трещать. Вот расскажите, я готов пожертвовать своим временем, да? И задаю вам просто, расскажите, вот этих 16 предприятий, на всех ли есть коллективные договора, во-вторых, в этих коллективных договорах, там, где есть, есть ли, скажем, положение не просто в индексации зарплаты, а повышение реального содержания заработной платы. Расскажите об этом. Значит, я могу рассказать то, что знаю. А знаю я не слишком много, поскольку в мои функции входят, ну, чисто по должностному распределению обязанностей, общая координация. И то, честно говоря, я не всегда с ней справляю. Значит, среди этих полутора десятков предприятий немалая часть, ну, вы знаете состояние рабочего движения в Москве и области, немалая часть – это старые советские предприятия. Такие, как ЗИЛ, Тушинский машзавод, тот же Салют, тот же Хруничево, да, Пятисотый и тому подобное. Вот. А коллективных договоров на большинстве из них нету. Нету. Не говоря уже о таких замечательных и невиданных для Москвы и области вещах, как индексация. Более того, когда мы, например, пытались зацепиться на Тушинском машзаводе, сталкивались с полной апатией со стороны трудового коллектива. Рабочие наши газеты берут, даже когда мы делаем спецвыпуски листовок, заводских листков по этому заводу, они читают, они иногда даже останавливаются, заговаривают с нашими товарищами, но пока у них в сознании нет перелома, несмотря на наши старания, что, возможно, борьба за свои права, они начинают бояться. Да меня уволят, да слушай, у нас директор такая сволочь, вот ты, пожалуйста, приходи к нам на завод, набей ему морду. Вот примерно такие рассуждения. А я постою рядом, посмотрю. На ЗИЛе вы наверняка знаете Василия Ивановича Шишкарева, знаете, что там есть и другие энтузиасты. Здесь, в этом зале, не буду показывать пальцем на скромного человека, есть активистка наша, которая постоянно ходит к ЗИЛу и распространяет там целую кучу материалов и знает все это, так сказать, на пальцах из недели в неделю. Не поднять, потому что рабочие в основном пожилые, и у них логика простая. Нам до пенсии вот чуть-чуть, чего вы нас втравливаете. Там уже, так сказать, то три дня в неделю, то еще чего. Оборудование старое и общий настрой умираем. Небольшое, так сказать, контрастное пятно, вот если говорить про город Москву, это автофрамус, потому что иностранный капитал, современные технологии, новое свежее оборудование, буржуазная дисциплина, вот такая палочная, а не разгильдяйство, так сказать, да. Но там проблема другая, там большое количество гастарбайтеров, естественно, заемный труд и, естественно, администрация не без успеха пытается стравить рабочих русских с рабочими, например, узбеками, таджиками. Там есть очень слабенькая ячейка МПРА, есть у нас контакт с ней, но очень трудно нам даются какие-то шажки в этом направлении. То есть мы пока похвалиться не можем там, что у нас гигантские успехи, хотя тот же метровагон МАШ это все-таки успех. Но проблемы не только субъективные, да, у нас не хватает навыков, знаний, умений, денег, специалистов и так далее, и так далее. Проблемы тоже и объективные. Общее состояние движения в регионе, а из Москвы пытаются, как вы знаете, сделать офисный центр, офисный город, вынести все к чертовой матери в другие регионы, вот способствует тому, что нам до Питера, например, как до Луны пока пешком. Роман, пожалуйста. Да, вот я хотел сказать несколько моментов, что, ну, рабочая тематика здесь мы с вами, я думаю, даже не на 100, а на 200 процентов едины. Поэтому, в общем-то, совершенно правильно, что был затронут этот вопрос. Но все-таки у нас сейчас немного другая тема, и в данный момент хотелось бы вот несколько соображений именно по болотным протестам высказать, поскольку здесь у нас и дискуссия идет, собственно. Ну, во-первых, ходить на болото, да, можно по-разному. Можно ходить, как шли удальцовцы, да, идти там в хвосте у Радужных, там у Навального, у кого угодно. И мы такое хождение на болото мы не приемлем. А можно ходить так, как ходили мы. И мы в самых своих первых заявлениях, и на практике это подтвердили, ходили туда не в помощь либералам, а в противодействии им. И вот если вначале мы приходили, раздавали листовки, где те же самые либералы, в общем-то, обличались в хвост и в гриву, то позже мы стали проводить свои митинги внутри их митингов. Наиболее яркий пример – это 15 сентября митинг совместной Родфронты, рабочих активистов и образовательной колонны. Это, кстати сказать, очень хороший шаг был на пути консолидации трудящихся различных отраслей. С одной стороны рабочих, с другой стороны трудовой интеллигенции. Далее, либералы нас, вот нам иногда говорят, вы массовку им создавали. Это не мы им создавали массовку, а это эхо Москвы нам создавало массовку, собирая обычных людей до того не политизированных. И давая возможность, что мы туда выходили и с ними работали. Это они нам создавали массовку, а сами либералы нас сдавали в полицию. Вот, например, митинг в митинге 6 мая 2013 года, где Александра Рабатова, так сказать, либералы попросили полицию, да, его, значит, задержать. Ну, массовка так себя не ведет. Массовка так себя не ведет. И потом, туда ведь выходили и рабочие. Вот 4% из опрошенных назвали себя рабочими. То есть, если из 100 тысяч, это 4 тысячи рабочих. На каких своих митингах мы столько собирали? Да, мы собирали свои митинги, надо собирать свои митинги. Но чтобы собирать свои митинги больше, надо и на тех работать. А если о нас знать никто не будет, то как? Мы так и будем, в общем-то, собирать небольшое число людей. Вот. Это не отрицает работу у проходных, в профсоюзах и так далее. Ну и вот у меня вопрос в связи с этим. Что не считаете ли вы, что вот отдавать эти 4 тысячи рабочих, там 50% себя назвали специалистами, вот отдавать эту всю публику, которая до того вообще, может быть, ни на один митинг не выходила. И вот этих людей отдавать либералам, это и есть лучшая помощь тем самым либералам и тем самым оранжевым. Вот не считаете ли вы, что суть времени и вы вот такой позиции во многом, может быть, сами того не желая, естественно, не желая, но помогли оранжевым, потому что не создали им должного противодействия, чем занимались мы. Значит, есть митинги и митинги. Значит, есть теория на эту тему, изложенная Владимиром Ильичем в детской болезни ливизны, что партия наша, коммунезийская, работает во всех буржуазных учреждениях и понятно, что в мероприятиях. И в обычном порядке. Мы, собственно говоря, так и делаем. Мы сами не организуем митингов. И мы ходим на все митинги. Задача какая? Раздали газеты, раздали книги, поагитировали, значит, разошлись. Но эти были митинги особого свойства. Это были митинги в ситуации острого противоречия двух буржуазных групп, наш муж. Причем, значит, вот эта вот часть буржуазии и политиков, которая все-таки озаботилась о производстве, в какой-то мере, значит, собирается заниматься производством, у которой нет интересов жизненных на Западе, которая собирается жить в России, развивать российское производство. Она была под угрозой. Скажем, если вы посмотрите предшествующие четыре года Медведевского правления, то там оживилась вот эта вот публика. Она не возникла вдруг на Болотной, она четыре года усиливалась. Она возымела желание, значит, продлить Медведеву второй срок. И в течение этого второго срока, значит, Госдеп усиливал бы здесь ситуацию. Поэтому это была ситуация очень острой борьбы внутри этого лагеря. Она, эта борьба нам на, собственно, выгодна. Пусть они ссорятся между собой, пусть они дерутся между собой, пусть ослабляют друг друга. Но если бы победила вот эта Медведевская сторона, ультралиберальная, и сюда бы пришел Госдеп, или тем более они развернули бы ситуации контрреволюционных переворотов, как это было в Северной Африке, значит, такого поворота событий, я думаю, что не нужно, не нужно ни, значит, коммунистам, ни профсоюзникам, ни вообще народу. Поэтому это особый митинг. И я думаю, что разногласия они возникают, потому что, может быть, товарищи вот эту вот классовую, основную сторону дела не очень внимательно еще изучили. Заключается она в особенностях нашего капитализма. Что за капитализм российский? Это капитализм, во-первых, который вышел из коммунизма. И стало быть, вся эта публика – это варьё и, значит, проходимцы-мошенники. Они не имеют опыта руководства, они не имеют опыта развития капиталистического производства, они не имеют интересов здесь. У них капиталы за бережом, дети учатся за рубежом, недвижимость уже за рубежом, им ничего не стоит сняться и покинуть наш за рубеж. Поэтому они не развивают, не заинтересованы в развитии производства в России ни в какой степени. Поэтому задача коммунистов, как и у Ленин писал, и она и перед 17-м годом была такова, значит, не только коммунистическую революцию готовить, но и буржуазно-демократическую. Так и мы сейчас заинтересованы в развитии капитализма в России. Почему? Потому что наш капитализм отсталый. Значит, наш капитализм не содействует развитию рабочего класса, как содействует капитализм буржуазный. Скажем, профсоюзы и их борьба. Это буржуазная борьба. Где у нас широкое профсоюзное движение? Оно полностью подмято вот этой публикой. Поэтому наша задача заниматься рабочим движением. Наша задача заниматься профсоюзным движением. Наша задача вносить туда, значит, социалистическое сознание. Но это фундамент. А на поверхности, когда возникает, вот надо, мне кажется, было в этой ситуации различить. Есть митинги, где мы обычно работаем, пропагандируем и прочее. Но это была острая политическая ситуация, острый политический кризис. И здесь нужно было сделать выбор, значит, не ходить, не связываться, не поддерживать эту болотную, не создавать эту массу, значит, не укреплять ее. А товарищи пошли. Я думаю, тогда они сделали неправильно. Вот вы просто подсказали еще одну, напомнили, вернее, мне еще одну тему. Я хотел процитировать заявление РКСМБ, и заодно они сейчас ответят и на ваши, и на мои вопросы. В частности, в вашем заявлении были такие слова. Попов, используя живописные обороты, не обоснованно демонизирует либералов. То есть, с вашей точки зрения, либералы, наверное, ангелы с крылышками. То есть, нет оснований их демонизировать. Далее. Нет оснований полагать, что прийди к белоленточнике к власти, они непременно бы стали работать на развал России. Извините, а с вашей точки зрения, Путин сегодня не работает на развал России? То есть, вы считаете, что Путин, значит, если Путин работает на развал России, то либералы, которые придут, вот эти Навальные, Касьяновы, Немцовы, они не будут работать на развал России. Несмотря на то, что они уже были власти в 90-х и что тогда творилось в 90-х годах. Дальше вы говорите. Скорее всего, эта власть по содержанию мало ли бы чем отличалась от путинизма. Ну, тут вообще идет противоречие. То есть, непонятно, он разваливает Путин на Россию или нет. Дальше. Вместе с тем одно отличие есть. Приди к власти белоленточники в результате массовых выступлений. Они имели бы дело не с пассивным народом, который погряз во политичности, а с политизированным и мобилизированным гражданским обществом, что выгодно с точки зрения социалистической революции. Я хотел бы вам напомнить 91-й год тем, кто в силу возраста способен этого вспомнить. Ведь тогда Ельцина поддерживала большое количество народа. То самое гражданское общество появилось тогда. Русско-демократичная бабушка. Она готова была выцарапать глаза любому, кто против Бориса Николаевича Ельцина выступал бы. И что в результате получилось? Он почти 10 лет правил и тишина, и покой в обществе. То есть никакой активности после того, как власть сменилась, не произошло. Почему сейчас, когда придут к власти Навальный и Немцовы, вдруг общество должно стать политизированным? И вот эта вот фраза гражданского общества, ну по-моему, это буржуазный такой популистский термин, который, в общем, коммунистам применять как-то не очень с руки. Пожалуйста. Собирается масса людей протестно настроенных. Они политики еще, они не знают какие там ротфронты и прочее. Они не разбираются в этом совершенно. Но у них уже четкая позиция. Мы вышли против власти, против Путина. Почему вышли? Нас не устраивает социалка, нас не устраивает там ЖКХ, там прочее. Нас не устраивает зарплату там задерживают. Вот так вот. Если кто помнит, кстати, первые протесты, которые были в регионах 10 декабря, выходили под красными флагами. Под красными флагами. И более того, тут присутствуют товарищи, которые в ряде регионов вырвали у либералов протест и завернули в красную сторону. Вот. На Поклонной горе немножко другие собирались люди. И все равно мы с ними работали. Саш, вот это не указал, потому что мы туда группу-то отправляли постоянно с листовками. Вот. И вот здесь как бы вот эти вот противные люди протест настроены. Ну, глупо, наверное, считать, что сто тысяч москвичей купили за деньги госдепы и привели на площадь. Ну, смешно на самом деле. Это риторика там. Какой-нибудь, не знаю, Чаплин может такое сказать. Особенности российского капитализма, да, безусловно, он вышел с более высокой формацией. Вот вы совершенно правильно сказали про то, что какие-то воры сидят, да, во власти. Жулики и воры, да, которые перевели свои капиталы за рубеж и прочее. Но ведь это как раз и есть самый обычный капитализм, который существует в большинстве самых обычных капиталистических стран. Я не имею в виду исключения, такие как Испания, Франция, Великобритания, США, Канада и еще десяток стран. Я имею в виду обычные капиталистические страны. Такие как Гвинея, такие как Мозамбик, такие как Таиланд. Это обычные капиталистические страны. В большинстве капиталистических стран вы встретите именно такой порядок, когда куча бандитов, жуликов и воров, вот это и есть обычный капитализм, обычный, нормальный, самый распространенный на нашей планете капитализм. В США и в целом ряде других стран, число коих не превышает, наверное, десятков двух, крупнейшая, так сказать, последняя стадия капитализма, империализм. И благодаря этому через систему неоколониализма они эксплуатируют во многом весь остальной мир. Это, вот я и говорю, когда вы говорите об особенностях российского капитализма, я ожидаю от вас, поскольку вы исповедуете научный подход, сравнение с обычным капитализмом, а не с тем, который в США и нескольких других странах. Чем же все-таки приход к власти Навального с Немцовым, вот эта условно-белоленточная позиция, лучше, чем сегодняшняя власть Путина? Сейчас, значит, во-первых, нет ничего лучше, есть оба варианта хуже, но я дайте отвечу, да? Значит, здесь вот большое заблуждение насчет того, что Путин как-то принципиально противоречит 90-м годам. Вопрос лишь в том, что в 90-х годах новая буржуазия, у нее была основная функция разворовать и разграбить остатки общественной собственности, а сегодня у нее функция сторожить награблена. И все вот эти нечестные выборы, так называемые, все эти репрессии, это все следствие из того, что вот этот класс буржуазии охраняет украденную народу собственность. Это первое. Значит, второе. Насчет развала России. Ну, вы знаете, я тут полностью согласен с Ильей Львовичем Ферберовым, который часто говорит, что как у пролетариата нет отечества, так и у капиталистов нет отечества. И Путин, и Навальный, они в той степени, пока им выгодно, будут защищать российский суверенитет, как суверенитет свой лично. А когда им не выгодно, они продадут Россию с потрохами. Это второе. Значит, ну и третье. Разница, вот, 91-й и 2011-й год колоссальная. В 91-м году выступления носили проельцинский характер. В 2011-м году такого нет. Там нет единого лидера. Вы мне сейчас скажете, Навальный, но я... Есть цифры, посмотрите, опросы Левада-центр проводили. Только 15% вышли, потому что поддерживают какую-либо из партий. Это опросы, вот, митинга самого массового, 24 декабря 2011-го года. 70% вышли либо там из-за фальсификации на выборах, как они сказали, либо из-за социальной несправедливости. Того, что их не устраивает это общество, эти общественные отношения, этот строй. Вот в чем дело. И поэтому тут так надо рассматривать. Насчет того, что приди белоленточники к власти, опять же, если они приходят к власти на пике восстания какого-либо, или как-то еще, когда масса действительно участвует в политическом процессе, то, конечно, в этом смысле люди, они быстрее разберутся на практике, на собственном опыте, кто такие эти белоленточники. Почему? Потому что они увидят, что... Вот мы... Уже многие разбираются. Они увидят, что мы выходили за них, выходили на митинги, вот мы победили, а толку нет. А толку все тот же самый. Поменялись лица, но осталась система. Потому что на самом деле эти люди, они выходили не только из-за выборов. Выборы – это повод. Основная причина – это противоречие в социально-экономическом развитии. Это надо понимать. Поэтому, конечно, гораздо, так скажем, хуже, я не буду здесь говорить слово «лучше», гораздо хуже иметь мобилизованный народ, который выходит, и хоть за честные выборы, хоть мы понимаем, это все глупости, честных выборов не бывает, но пусть они лучше хотя бы как-то выражают свою позицию, чем лежат на диване и говорят «кто, если не Путин?». Вот это самое страшное. Апатия и равнодушие, и вот такой, знаете, конформизм. А кто, если не Путин? От меня ничего не зависит. Поэтому... Тем не менее, они ускоряют социалистическую революцию. Люди выходят, люди выходят. Я ускоряю их народ, народ, который участвует в протестах. А либералы – это такая марионетка, которую власти подбросили народу, чтобы увести протесты в сторону. Давайте для того, чтобы либералы пришли к власти, должно выйти огромное количество народов, которые будут за них, но никак не за нами. Не будет этого. Я не говорю, что это было бы хорошо. Я говорю, что в случае народа мобилизации широчайших масс населения, это было бы лучше, чем полный конформизм и полное аполитическое состояние. У меня три. В 89-м, 90-м годах как раз вот это в чистом виде, что вы говорите, что в России была широчайшая активизация народных масс, дороги КПСС, дороги портократов-бюрократов, и чем все это кончилось, мы прекрасно видим. Это второй раз, один раз мы это уже ели. И потом апатия на 21-м. Если для вас разницы между Советским Союзом и буржуазной Россией нет, там ничего советского не было уже к тому времени. Я хотел бы обратить внимание всех присутствующих на то, как мы должны смотреть на это так называемое протестное движение. Протестное движение – это не коммунистическое движение, и не революционное. И если уж вы возьмете, кто берет на вооружение протестное движение? КПРФ. Что такое протест? Берем коммунистический манифест Маркса и Энгельса, и читаем там, что такое социализм и всякие отрицания капитализма. Это какие там? Это реакционный феодальный, это поповский, это мелкобуржуазный, это в крайнем случае социалистический утопизм и так далее. То есть сколько существует вариантов, куда мы не пойдем? Сколько угодно. Вот собраться на такой митинг хоть 100 тысяч, хоть 300 тысяч, хоть миллион. Это люди, которые не пойдут, которые не знают, куда идти, знают, что только вот это плохо. А рядом соседнее направление, которое на полградуса отличается, они могут туда и канализировать. Те люди, которые сейчас эту толпу поднимают. То есть это опасное явление, потому что это не сознательное движение, это в лучшем случае бунт. Бессмысленный бунт, когда люди, особенно по поводу честных выборов, но это смешно. Вот если мы с вами, так сказать, боремся, если я выиграл, значит, вы скажете, что у меня нечестные. Если вы выиграли, я сразу скажу, что нечестный выбор. Фосин выиграл. Ну, конечно, глупость. Прием. Прием. Я хочу сказать, что мы не должны себя ослеплять этой массовой, массовым протестом, потому что протест политически означает отрицание. Это люди, которые ни за что. Более того, это люди, в основном, которых собирает это самое эхо Москвы, а не за те лозунги, которые бросает эхо Москвы. Вот кто собрал, вот за то они и идут. И, конечно, мы в этой толпе тоже можем и должны работать. Я бы так сформулировал. Если у нас остается время, в связи с тем, что у нас есть центральный участок, главный, который, так сказать, мы прекрасно все понимаем и знаем, вот мы к заводам пошли, работаем на заводах, работаем в профсоюзах, поднимаем действительно рабочий класс, поднимаем и организовываем ту интеллигенцию, которая союзница рабочего класса и так далее. И если при этом у нас такая мощная организация, что у нас еще остаются силы, а я очень много хочу сказать, повидал, когда люди начинают одним заниматься, а другим о ним заниматься некогда. Потому что жена скажет, почему ты не приходишь, время кончилось и так далее, выжить поздно и прочее, и прочее. На практике это получается, что мы теоретически признаем, что мы должны работать с рабочими. Но как-то так это все остается на заднем плане. И это мы наблюдаем, к сожалению. Хотя я с самого начала сказал, что я не вижу ничего страшного, потому что люди пошли и так далее. То есть надо кого-то выделить, но чтобы это не вся партия этим занималась. Ну пусть там какая-то часть это тоже делает, туда тоже ходит. Но чтобы ядро какое-то было, которое занималось самым главным нашим делом, организацией рабочего движения. И самое главное, чтобы это рабочее движение не замыкалось только в том, что зарплату повысить и все. Чтобы оно политизировалось, чтобы оно двигалось к решению коренной задачи действительно создания советской власти. Вот я думаю, что, если опять-таки констатировать состояние, я не думаю, что у нас кто-то сейчас здесь присутствующий с этим будет спорить. Или будет? Вот опять же, полностью с вами соглашусь, но есть некоторые моменты. По поводу того, что если собрало эхо Москвы, финансируемое Кремлем, так отметим, напомним еще раз, то значит все 100% болотных поддерживают эхо Москвы. Только что, товарищ, по-моему, Осин статистику приводил, сколько пришло по эхо Москвы, сколько пришло за социалку и так далее, и так далее. По поводу заводов я уже рассказал, как мог, приглашаю вас в Москву. А по поводу того, что не вся партия, вот как тут уже прозвучало, 10 человек, с радостью констатирую. Значит, принципиально вы согласны, что ходить можно и, наверное, даже нужно. Вопрос уже идет о том, 10 человек, или 50 человек, или 5 человек. Вот здесь мы с вами готовы всячески это обсуждать. Ну что, получается, тогда мы должны вот этих людей, которые выходят, значит, которые не определились, которые, как вы правильно сказали, против. Мы не должны им говорить, за что им бороться, мы должны их оставлять Немцову, Навальному, чтобы они им вешали лапшу на уши. Так получается? Сейчас я постараюсь ответить на этот вопрос, значит, к вопросу о статистике. Значит, в буржуазном обществе большинство народа и большинство рабочего класса стоит на буржуазных позициях. Никто не будет спорить? Никто. Поэтому, если появляется какой-нибудь протест, который тем более формируется теми силами, которые являются антисоциалистическими и антинародными, он так анализирует и верхушку собирает, которая, так сказать, создает определенное настроение, и даже люди, которые пришли вас послушать, они находятся в этом самом поле тяготения вот этих самых либеральных буржуазных взглядов. Поэтому, давайте возьмем за пример, как делали либералы. Вот после ампиловских митингов РКРП, когда очень много людей собирали, и ОМОН, так сказать, раскидывали, и, так сказать, снимали с них, как говорится, бронежилеты, и забирали каски, и проходили, так, были большие красные митинги, были настоящие красные митинги, могучие. Вот я, скажем, видел митинг на этой самой, на площади, около гостиницы Москва, там, значит, половина народа, половина столько же милиции, такой грандиозной, после этого там гастроном сделали, чтобы только красные митинги не проводились. То есть я хочу сказать, что, во-первых, опыт проведения больших красных митингов есть, раз, во-вторых, либералы в течение длительного времени, сколько они не звали, сколько денег не кидали, и к ним приходили единицы. Они долбили, 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 и, наконец, они научились собирать большие митинги. Я еще раз повторяю, что я не возражаю, что можно ходить, но надо настойчиво организовывать свои митинги, где мы гарантируем, что ядро митинга, ядро будет, а, позитивным, б, будет за действительные интересы рабочих и действительные интересы народа трудового, и определенное воздействие будет не такое, что мы, так сказать, в рамках отрицательного пытаемся некий из этого отрицания сделать плюс, а где мы давать будем действительно коммунистическую пропаганду в тех форумах, которые приемлемы, ну, для митинга. Ясное дело, что это не коммунисты собрались. То есть я хочу сказать, что мы должны поставить задачу не на болотные митинги ходить, когда мы этого не отрицаем, а поставить надо задачу организовывать большие красные митинги. И надо пытаться. И будем пытаться. В открытую дверь ломитесь. Вот и все. В открытую дверь ломлюсь. А кто спорит? Мы 15 сентября сходу собрали 2000 человек. Вот образовательная колонна и Ротфронт. Мы просто надо, чтобы о нас знали, и в том числе оттягивать тех людей, кто уже готов походить. Чем больше митинг, тем больше будут знать. Хочу сказать, что только тогда, значит, что касается прессы буржуазной, поскольку мы имеем все отношения к прессе здесь присутствующей, ни о каких наших идеях, программах, лозуках никто писать не будет. Как только мы соберем митинг, побегут эти буржуазные журналисты, будут кричать, осень плохой, там, БАДов такой-сякой, к ним не ходите, их народ потечет. А про турбиналы говорят, хорошие присутствующие. А нам не важно, что они пишут, нам важно, чтобы они этот факт осветили. Обязательно. Следовательно. Будем. Будем. И мы будем. Следовательно. Нужно ходить. А куда будем ходить? Значит, вы согласны, что надо заходить? В том числе, ходить, чтобы привлекать на наши красные митинги. Но не создавать массовку там. Наши 100 человек не создают там массовку никакого вопроса. Значит, вы согласны. По телевизору там длинная колонна с красными влагами. Вы до КПРФ. Вы пригласили на митинг. КПРФ. Когда будет большой марш миллионов, мы вас на митинг. Вы обратили внимание, что название марш миллиона употребляется во всех странах. Что-то одна штампованная заготовка. Вы называете марш фронт плачей. Марш триллионов, это еще называют. Да, да, марш триллионов. Вот. Миллионы проплачены. Да, триллионов проплачены. И все-таки либералы не научились собирать? Не научились, не учились. Это не в мире. А там и есть либералы. Есть органайзеры свои, дело не в этом. Да, спасибо. Значит, вот я все-таки обращаю внимание на то, что наши дискуссии по этому вопросу очень бурные. Они, конечно, нужные. Но если посмотреть на Красном ТВ, вот посещение этих наших дискуссий, ну, посещают только десятки человек. Ну, там, ну, сотня, может быть. По вторые две сотни от Сиры. То есть, это такая буга бурная, но эта буга такая, она в стакане воды, можно сказать. В то же время, кто такие коммунисты вообще? Это авангард рабочего краса. И вообще политическую борьбу на политической арене ведут красы. А не вот это вот тут легко впасть можно, вот в это вот, Кургинян, Либерары. Это важный вопрос. Но тут есть шансы впасть в такое пикейно-жилеточничество некоторое. То есть, вот обсуждать вот это вот все. А рабочий крас у нас ведет счет на миллионы, как ни крути. Вот я смотрел статистику этого полугодия, тринадцать первого полугодия этого года, у нас имеется в отраслях производственных, это обрабатывающее, добывающее, сельское хозяйство, строительство, транспорт, занято 15 миллионов человек. Если убрать где-то процентов 20 менеджмента инженерного обеспечения, то это будет где-то миллионов 12 рабочих, только лишь занятых в достаточно крупных предприятиях. Потому что из всего 74 миллиона занятых у нас в стране, вот около 40 миллионов, она в субъектах малого бизнеса занята, и она в этой статистике вообще не учитывается. А вот 12 миллионов рабочих только лишь на крупных предприятиях. И, конечно, на политической арене ворочаются красы. Если мы хотим действительно добиться политических результатов, не поменять Иванова на Сидорова в президентах или еще кого-то там, то мы должны думать о том, как нам синициировать вот эти многомиллионные массы. Значит, это как всякая сложная идея, сложный кругок, здесь у нас какого-то конца разматывать. Но сначала можно сказать так несколько самокритично, что вот наша, в том числе, организация, за последние годы несколько это направление потеряло. Еще несколько лет тому назад, вот мне товарищ Батов тут говорил, товарищ Герасимов, надо не по книжкам учить, значит, а в жизни окунаться. Но я могу сказать, что, в общем-то, мое вот участие посильное в забастовке докеров, известной 2005 года, оно, я думаю, стоит нескольких сотен митиков, в которых участвовал товарищ Батов по своему политическому просвещению. И, в общем-то, это вот была забастовка колоссальная, сейчас о ней, может быть, особо рассматривать ее не будем. И вот надо сказать, что, если бы таких забастовок было много, то была бы другая ситуация в стране. Но вот после этой забастовки по профсоюзу докеров, по Ленинградской портовой организации буржуазия отмобилизовалась и нанесла ответный удар, после которого эта портовая организация до сих пор оправиться не в парне может. Вот, это вот, ну вот просто я к тому, что вот когда рабочий класс начинает реально играть мускулами, ну это совсем другая картина. Профсоюз сейчас создать сложно, потому что гноятся страшной сирой. Но вот здесь есть, как говорится, марксизм как фундаментальная наука, вот исследование противоречий там того или иного строя и так далее, есть прекратная наука. Вот по части прекратной науки группа по осеням 2003 года, вот в этом году в 11-й раз, по-моему, соберется в Нижнем Новгороде перед Российским комитетом рабочих конференция. Она регулярно издает, по результатам этой конференции издаются сборники. И вот надо сказать, что в каждом этом сборнике, там есть, конечно, и воды некоторое количество, ну как без этого. Но в каждом сборнике есть несколько выступлений вот по прекратной науке, торговых очень и дировых. Там были и фордовцы, докеры туда регулярно ездят. И там есть чему поучиться по этим сборникам. Я не нахожу тут никакой почвы для того, чтобы с вами спорить, возражать. Все правильно. Скажу только то, что мы по мере наших скромных сил, а что силы, так сказать, у ортодоксальных коммунистов скромные, не мне вам рассказывать. По мере своих скромных сил мы пытаемся этим заниматься. Не хватает специалистов, не хватает кадров, прочее, прочее, прочее. Но это в том числе делаем. Связки с исполковым защитой и так далее. И, кстати, вот эти наши болотные похождения, они помогли нам в том, что подошли к нам люди, которые включились в это рабочее направление. Кто-то на самом примитивном уровне, там плакаты, вот, например, недавно по Volkswagen мы проводили серию одиночных пикетов. Люди из Родфронта, пришедшие вот через это самое. А кто-то пытается учиться большему, в том числе и кол договорам. Полностью с вами согласен. Спасибо, товарищ. У нас время подходит к концу. Поэтому я бы попросил у вас обе стороны как-то подвести итог. Как вы видите итог вот сегодняшней беседы, насколько он практически может быть полезен, потому что говорили у нас много, а хотелось бы, чтобы был какой-то практический итог. Я понимаю, что вопросов накопилось много, и даже в рамках такой большой программы мы не сможем их все обсудить. Для этого надо встречаться и встречаться. Но, тем не менее, вот по результатам того, что сегодня мы здесь услышали, наговорили, я бы просил буквально по 5-6 минут каждую сторону высказаться. Ну, пожалуйста, давайте с вас начнем. Ну, я буквально кратенько. Во-первых, я хотел бы поблагодарить товарища за то, что выбрали время, учитывая вашу занятость, и пришли к нам на школу Родфронта. Вот, для меня лично было приятным очень знакомство с вами, особенно с Михаилом Васильевичем. Вот, поскольку я, конечно, я помню ваше выступление на прошлой школе, но вот так вот пообщаться удалось впервые, и меня это приятно удивило. Безусловно, мы не все вопросы решили, и, мне кажется, основным итогом является то, что мы нашли и зафиксировали те моменты, которые у нас вызывают дискуссию, вызывают полемику. Я не делаю из этого трагедии, и мне кажется, что эти моменты в конечном счете найдут то или иное разрешение. Как правильно, товарищ Попов сказал в самом начале нашей встречи, у нас одни программные позиции, и мы сотрудничаем, работаем и дискутируем, исходя из этого основополагающего факта. А то, что акценты расставляются по-разному, тактические моменты оцениваются по-разному, как известно, критерием истины является практика. Подумаем, посмотрим, поработаем вместе, и, я думаю, так или иначе, противоречия будут сняты. Поэтому я хотел бы поблагодарить и товарищи из фонда Рабочей Академии, и, конечно, ЛЕН-ТВ за то, что организовали эту передачу. Можно, да? Да. Ну, главное, сказал Александр, я думаю, и мы можем к этому присоединиться, и мы вообще понимаем, что, с одной стороны, у нас действительно есть принципиальные общие политические позиции, и это давало нам уверенность, что в ходе дискуссии, в ходе обсуждения мы придем, ну, не к полному творчеству, потому что это полное творчество и полное спокойствие только на кладбище. Вот. А к такому, так сказать, пониманию, когда мы признаем, так сказать, в известных границах, то, что высказывают одни товарищи, и в известных границах то, что высказывают другие, и мы рассмотрели с разных сторон одну и ту же проблему организации рабочего движения, поскольку, скажем, политическая партия это авангард класса. А авангард это такая группа людей, за которой класс идёт. А если это мы будем книжки читать, друг другу рассказывать, а класс будет, так сказать, сидеть и за нами не идти, то мы, строго говоря, не партия, но в лучшем случае мы партия в становлении. Вот я хочу сказать, что в этом отношении нам получилось, я тоже присоединяюсь к тому от имени наших товарищей, присоединяю свою благодарность в адрес Ленру, Ленинградского интернет-телевидения, который этому способствует. Это единственное, с чем я в корне не могу согласиться с товарищем Батовым, что у нас разрешены противоречия. Я думаю, что противоречия фиксированы. Они будут разрешаться и дальше, и будут возникать новые противоречия. Я думаю, что мы должны это рассматривать как обычные нормальные рабочие моменты, и даже обострения там словесные, в том числе полемические, не должны нам мешать, мешать или, по крайней мере, закрывать дорогу к тому, чтобы мы все-таки их конструктивно разрешали, разрешаем и разрешать будем. Я думаю, что сегодня такое хорошее занятие, полезное и для молодежи, полезное и для нас в какой-то мере, поскольку мы так большого какого-то значения этим митингам не придавали, считаем, что все-таки это где-то второй план нашей борьбы, периферия. Главное, это то, о чем сказал Иван Михайлович. Главное, это то, о чем согласен. Конференция научно-практическая, значит, восстановление советской власти, перспективы восстановления советской власти. Поэтому, у кого будут возможности, пожалуйста, приезжайте в Саблино, это недалеко, здесь минут 40 на электричке с Московского вокзала, поучаствуйте в этой конференции. Если у кого-то есть тезисы, пожалуйста, присылайте тезисы на этой конференции. В какой-то мере ее содержание обсуждается, вот там есть сборник на выставке литературы «Красники. Советы как форма власти». И там в предисловии об этой конференции говорится. Монография. А я сказал? Сборник. Да, монографии. Там в предисловии об этой конференции говорится. Ну и кто приедет в Саблино, возможно, получит эту книжку. У меня еще маленькое, значит, тоже объявление, даже, скажем, замечание объявления, что вот здесь мы принесли газету «Красный университет», у многих она уже есть, там она уже, товарищи положили ее для сведения. Значит, опыт у нас успешный, вот того года работы «Красного университета», который был с точки зрения освоения теории марксизма, ленизма. И, я думаю, будет хорошо, если в Москве и в других городах при активном участии Российской коммунистической рабочей партии Родфронта будут созданы отделения «Красного университета». Ну, а, так сказать, наше общее дело состоит в том, чтобы эта учеба имела и теоретическую, и практическую сторону, а чтобы она нам помогала в работе. И чтобы у нас, так сказать, вот это взаимодействие носило такой систематический, организованный характер. Роман. Да, у меня тоже несколько слов есть. Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить фонд Рабочей Академии, тоже вслед за Александром, и за замечательную лекцию Михаила Васильевича, и за то, что вы сегодня, значит, вышли на такую открытую дискуссию, значит, и ЛЕН-ТВ за обеспечение съемки и ведения. Безусловно, у нас гораздо больше того, что нас объединяет, чем разъединяет. Мало того, мы стоим на одинаковых программных позициях, мы все признаем, что власть сейчас у буржуазии, что нужна диктатура пролетариата, и даже то, что допустимо ходить на Болотную площадь. Вот я очень порадовался, то, что Михаил Васильевич это сказал. Вот, поэтому то, что есть какие-то разные, значит, толкования, разное понимание тех или иных процессов, это нормально, и очень здорово, что прошла эта открытая дискуссия, я думаю, она будет способствовать только сближению, потому что когда противоречия какие-то замалчиваются, там, откладываются в сторону, это, в общем-то, мы уже видели в КПСС, к чему это привело, это застой, а потом, как говорится, разложение, перерождение, а здесь это как раз показывает, что Родфронт, это вполне себе демократическая внутри партийном плане организация, что мы не боимся открыто дискутировать, и я надеюсь, что такая дискуссия проходит не в последний раз, что еще встретимся, еще обсудим, и что мне еще очень понравилось, что наша полемика прошла в товарищеском духе, вот это очень важно, потому что иногда бывает, когда вот эмоции заслоняют рациональное зерно, и вот начинается какой-то переход на личности, а здесь у нас в таком конструктивном товарищеском духе, поэтому спасибо вам, в общем, думаю... Спасибо, Роман. Я хотел бы немножко смягчить ваш такой хэппи-энд, в завершении сказать вот о чем. Я бы хотел призвать вас, и чтобы вы, в свою очередь, призвали тех сторонников, которые и ваших, и ваших, которые комментируют материалы в интернете, потому что у нас, в общем-то, все с этого началось, с того, какая дискуссия развернулась в интернете, призвать прежде всего к культуре дискуссий, потому что сказано очень много всего неприятного, нелицеприятного, грубого, в результате это приводит людей к ссоре, к расколу, по большому счету. Часто бывает так, что это остается все в виртуальном пространстве, а когда вот так вот встречаемся в реальном, то вроде бы и ничего страшного нет, вроде бы и больше общих точек, чем каких-то, которые нас разъединяют. А ведь враги, они сидят там и потирают руки. Хорошо бы, если бы они сейчас раскололись, там некоторые уже выкрикивают, давайте РПР выгоняйте из Родфронта, тогда мы будем с вами разговаривать, иначе мы не будем. Поэтому я бы хотел, и да, кстати, вот Александр говорил здесь, что давайте мы там готовы и с Кобиняном, и со всеми остальными. Но, понимаете, сказано уже столько всего, что я думаю, вот этот путь отрезан уже давным-давно, и просто поэтому давайте выбирать выражение, давайте быть корректными, более корректными друг другу. Я хотел бы, чтобы вы все-таки своим сторонникам, которые в интернете, наверняка этот материал будет широко комментироваться. Тут не надо ходить к гадалке, чтобы это предсказать. Давайте сделаем совместную фотографию для этих сторонников. Фотографию сделаем, все-таки, да, да. Это просто надо вот так все поделать. Но мы хотим, чтобы вы все-таки пару слов сказали вашим сторонникам, которые будут, ведь там найдутся люди, которые будут ближе к вашей позиции стоять, и будут люди, которые ближе к вашей позиции стоят. Поэтому я хотел, чтобы вы к ним обратились буквально 30 секунд. Со своей стороны я могу повторить, что вот сегодня мы совершили в некотором роде качественный скачок в наших отношениях, поскольку от виртуальных каких-то там переписываний, да, мы пришли друг к другу и очно поговорили. Развиртуализировались. Да, и зафиксировали вот то, что мы, так сказать, на одних позициях, что гораздо больше объединяющего. И поэтому, если кто-то где-то в каких-то комментариях, какие-нибудь там провокаторы, агенты известных спецслужб и разведок будут нам подбрасывать снова всяких там дохлых кошек, да, и пытаться нас поссорить. Теперь мы с Михаилом Васильевичем, я уверен, совместным фронтом будем выступать. Зрителям скажите. Да, вот зрителям скажу. Мы будем с нашей стороны всячески стараться перевести дискуссию в то русло, в каком она оказалась сегодня. Конструктивная товарищеская дискуссия. И мы уверены, что и Михаил Васильевич, и другие товарищи, и наши товарищи, мы все, в общем-то, наши товарищи, что все будут поступать так же. Вот, а если кто-то где-то будет там чего-то подбрасывать, совместными усилиями разоблачать, как агентов Госдепа и прочее. Да, вот у нас Иван Михайлович вечно повторяет то, что Ленин говорил, говорит, люблю, когда люди ругаются. Значит, позицию имеют. И дело знают. И дело знают. А ругаться будем культурно. Да, то есть я думаю, что вот, скажем, из тех товарищей, которые здесь присутствуют, как мы вообще выяснили практически, никто никаких обид не имеет, потому что когда люди ни за что-то личное ругаются, обсуждают такие серьезные политические вопросы, при этом обострения до известной степени неизбежны, будем на это смотреть совершенно спокойно и учитывать рекомендации, данные нам от Владимира Пронина. Вспоминаем, вспоминаем кота Матроскина, совместный труд объединяет. Теперь спасибо. Всего доброго. Спасибо.